Дорогие друзья, здравствуйте! Все нормально и сегодня с вами, ну видите, у меня тут очередная замена на комментаторской позиции, ничего страшного, Атсама Сарсагов уже третий раз выступает в этой роли. Почему так? Потому что Юрий Акопов сегодня играет, ну и я, ваш покорный слуга Григорий Твалтвадзе, без замен с вами. Перед тем, как приступить непосредственно уже к главному содержанию сегодняшнего вечера, я бы хотел поздравить и Атсама Сарсагова, и всех участников турнира, и всех мужчин в нашей стране с наступающим 23 февраля, потому что следующий понедельник, ну уже будет с прошедшим как-то праздником поздравлять не очень хорошо, но вот пользуюсь моментом. И еще пользуюсь следующим моментом. Наша трансляция идет не только в эфире телеканала Старт, но и на платформе Ютуб. Напоминаю вам об этом. Там вы задаете много вопросов о турнире, игроках, о нардах как таковых, и мы решили ответить на них в эфире. Вы об этом знаете. Переходите в наш Телеграм-канал и оставляйте их под постом. Вы можете попасть туда по ссылке, размещенной прямо под трансляцией в Ютуб, или воспользоваться QR-кодом, появившимся на экране телевизора. Мы будем собирать ваши вопросы в течение недели и ответим в следующем эфире. Сегодня на те вопросы, которые приходили на протяжении последних семи, даже восьми дней, мы дадим ответы на самые интересные. Итак, у нас продолжается пятый тур. Давайте вспомним, что у нас в таблице. По-прежнему Микаэл Варданян ее возглавляет, Константин Пучков второй, Сергей Петухов, а от сама Сарсагов, который, правда, прошлый тур пропустил. Я, кстати, не задал вопрос, как ваше самочувствие? Уже по болезни? Отсутствовали? Все нормально? Уже все хорошо. Прекрасно. Ну, не знаю, насколько вы довольны четвертой позицией своей. Вполне. Такая позиция, в которой предполагают, что я могу еще и вываться наверх, но главное попасть в восьмерку. Да. Сергей Ерохин, Юрий Акопов, Сергей Оленин, Герджа Горян и под красной чертой вот четверка спортсменов, двое из которых сегодня приступят к выяснению отношений. Да. Но сегодня два интересных матча у нас, но сначала вопрос. Вопрос номер один, с вашего позволения, дорогие друзья, я его зачитаю. Я так полагаю, что это вопрос вам в большей степени, АЦАМАС. Какие планы по популяризации спортивных нард? Популярность коротких нард в России на порядок меньше, чем у длинных. Вот это, честно говоря, меня немножечко удивляет. Так ли это? Ну, сразу скажу, что не на порядок, конечно, а по нашим исследованиям порядка в полтора раза отличается количество пользователей, игроков длинных нард от коротких. Ну, я думаю, что это принципиально. Мы в любом случае, наша федерация нард проводит большую работу по развитию как коротких, так и длинных нард. И если мы посмотрим в перспективе, то, я думаю, количество игроков короткие и длинные нарды, они будут примерно сопоставимы. Я думаю, что, извините, что я вас перебиваю, что трансляция коротких нард должна подтащить по цифрам коротких длинных. Безусловно, этот проект как раз один из тех проектов, который способствует популяризации коротких нард как бы качественно. Потому что, например, по статистике известно, что сотни тысяч людей смотрят каждый эфир. И это действительно хорошее подспорье для развития. Хотел бы вкратце рассказать, что в планах у федерации большое огромное количество всяких начинаний и вещей, которые мы хотим сделать. В том числе мы планируем сделать так, чтобы нарды как спорт развивались и в школах, и в студентах. То есть в перспективе именно молодая аудитория, наша потенциальная аудитория, которая может развить этот вид спорта максимально. Потому что, как известно, во всей России играют шахматы, например, начиная со школ. И это большое подспорье. Так же мы хотим сделать и в нардах. Потом мы собираемся сделать, как это полагается во всех спортивных федерациях, систему рейтингов и званий. Что должно максимально стимулировать желающих. Ну, в общем, планов громадьё. Планов громадьё, да. Переходим ко второму вопросу. Так, я так полагаю, что это вопрос мне. Вы упоминали, что общаетесь и даже играли в нарды с Владимиром Борисовичем Синицыным, комментатор Снукера. Он в том числе известен тем, что предпочитает использовать англицизмы в своей работе. Фрейм, мисс, даблкис, ререк и прочее. И только сравнительно недавно начал их разбавлять русскими терминами. Вы с ним не обсуждали этот момент. Я так понимаю, у вас мнение полностью противоположное на этот счёт. Ну, во-первых, я хочу сказать, что играли в нарды мы с Владимиром Борисовичем Синицыным у меня на даче. И происходило это в перерывах между блюдами. Поэтому, значит, вот так углубляться у меня не то, что не было возможностей или желания. Ну, не до того было, чтобы ещё обсуждать англицизмы. А вот то, что касается меня, да, я не очень приветствую перенасыщение эфира терминами, которые не очень понятны. И вообще хочу сказать, что и Владимир Синицын, комментируя матчи, очень скоро пришёл к тому, чтобы объяснять эти термины, пока они не станут доступными. Собственно, мы этим и занимаемся. И Юрий Грант-Вещаков, который ведёт эфир, и я будем максимально стараться вам объяснять все термины. Да, хорошо. Итак, у нас на очереди расписание дня. Переходим к нему, к этой табличке. Тимур Азизов против Юрия Копова и Леонид Рискин. Вторая игра против Алексея Аскуравы. У Тимура Азизова ноль побед за четыре тура. Ацамас, вообще, что это такое? Ну, что я могу сказать. Посочувствую, во-первых, Тимуру. Бывают такие серии неудачные, не только в нардах. В любых видах спорта бывает, что какая-то даже сильная команда проигрывает несколько матчей подряд. Но когда-то эта серия должна прерваться. Ну да, я согласен. Всё, наверное, можно объяснять, кроме того, как упадут на доску Зарики. Это точно. Ну вот, прибытие Тимура Азизова. Сегодня у него непростая игра против Юрия Копова. Действительно, Юрий Грандович вот на ваших экранах. Рвётся в бой. Да, рвётся в бой. Но мне представляется, что Азизов, которому отступать некуда, может быть и предложит что-то интересное, что-то такое, что удивит соперника. Какой прогноз от САМАС? Прогноз? Вот я говорю, что у меня такое ощущение, что игроки каждый раз с нетерпением ждут своего матча. То есть некоторым приходится ждать 2 недели, 3 недели. И тут главное не перегореть. Играть в свою игру, максимально использовать свои шансы. И кому повезёт чуть больше, тот выиграет. Ну вот давайте посмотрим. Общая оценка качества игры. 4,78 у Азизова, 5,24 у Акопова. Это очень сопоставимые цифры, можно сказать, в пределах погрешности. Поэтому игроки равны, и предстоит очень напряжённый матч. Удача, видите, очень плохая у Тимура. Минус 7 практически. Поэтому против такой удачи пока он ничего не может сделать. Но что ещё? Вот последняя строчка. Решение, делённое на ошибки. Ни разу не объясняли это в эфире. Что означает строчка? Я пару секунд буквально позволю себе. Это означает, что, например, 7 – это количество ходов, на которые совершается одна ошибка. То есть одна ошибка на 7 ходов. Да, ну мы в прошлом эфире как раз говорил об этом Юрия Акопова. Да, может быть, я пропустил. Ну, ничего страшного. Теперь время пришло. Время игры. Время первого... Броска за... Броска, да. Ввода шайбы в игру. Ну, это я всё время напоминаю, что отца Маса Арсагов ещё плюс ко всему и большой любитель хоккея. Ну что, друзья мои, слева Тимур Азизов, справа в жёлтом поле Юрий Акопов. Акопов предрекал перед сегодняшним матчем серьёзные даже не удвоения, а и утроения. Ну, он сказал, что да, он думает, что в этом матче случится большой куб, куб на 4 и даже выигрыш с Марсом. То есть в одном гейме разыграется 8 очков. Посмотрим, насколько его интуиция сработает. Пока Азизов очень хороший 4-4 получил. Да, тут прям однозначно делается 3 пункта. Побил, да. 3 пункта вдоль и закрыл. Но неоднозначно, как оказалось, оказалось, что лучше было вторые две шашки походить с 2-4 пункта. Но я бы походил точно так же, как Тимур, и это не очень большая ошибка. Это более агрессивный ход, чем если бы просто уходить последними двеношашками. Ну что, на 5 или на 1? Ну, на 5, наверное, более, скажем так, атакующая игра. Если сейчас немножко стать более защитным в позу, то надо стать 24-й пункт и опустить с 13 на 8. Ну, видимо, побоялся выпадения 3-1. Да, любая тройка, любая дниса, это атака, да. А, между тем пришло 6-4. Хороший прыжок. Кобры. Да, с первого поля. Ну, ответный хит тоже с 5 в 3 сразу. Удар обратной шашкой. Так, агрессивно, агрессивно начинается партия. Ну, а что, почему не закрыть? Пробить? Нет, лучше пробить, пока начало партии. Особенно 3 пункта в доме у зеленых заняты, поэтому пробитие. Может, желтый протанцует? Нет, не протанцевали. Соответственно, сейчас, видимо, будет пробитие в пятом пункте. То есть Юрий только думает о том, что... Там 3-1. Да, 3-1. То есть опустить в 22-й пункт и пробить 6-5. Вот тут два варианта, да. Или в доме бить, или заносить с восьмого поля. Да, ну, правильный ход пробить, как делал Юрий. О, это очень интересно. Это очень обидно всегда, когда с баррой кидаешься 6 в один пункт занятый. Столько открытых, да. О, 5-3, это Джокер. Да, точнее, не 5-3, а... Да, 5-3. 5-3, 5-3, да. Сразу 2 шашки оказались на барре. 2 не получилось посадить. Так, 4-1. Хочется пробить две. Ну, а почему нет-то в этой ситуации? Это хороший ход, но не лучший, как выясняется. Видимо, потому что... Ну, риск-то дело благородное. Ну, потом эту шашку не так просто будет закрыть. Вот чем проблема, поэтому лучше пока расплитовать. Ну, взвешенный, взвешенный вариант избрал окопов. Это практически лучше. 6-5. Опять не может зарядиться. Вот Тимуру продолжается. Вот его невезение, невезение его продолжается. Он сначала не зарядился в один пункт. 6-6, помните, кинул в предыдущем ходе? А теперь 5-6 кинул. А что, 5-4, почему не пробить в доме? Ну, вот опять... И закрыть первый пункт. Первый пункт всегда не хочется в начале партии закрывать. Ну, да, я согласен. Тем более, сзади шашки, которые можно будет далеко тащить. Поэтому, наверное, в 2-4-20 сыграть, занять пункты. Ну, тогда 4... А, нет, все-таки бьет. Нет, пока не бьет, пока думает. Это хороший ход, но не лучший, как выясняется. Во-первых, во-вторых, по-моему, Юрий пропустил предыдущим ходом удвоение. И сейчас оно, может быть, уже поздно потом после этого хода. Может, уже будет дабл паст. Ну, да, 4 и 5, да. Да, и лучший ход нашел Юра. Вот, один плохо... Ну, хотя бы зарядился. И даже пробитие у него есть. Так что это еще не будет куба, я думаю. Ну, потому что шашка на баре обычно это не является необходимым. Ну, как бы... Когда шашка на баре, нет кубов обычно со стороны атакующей. А так, у желтых пока достаточно сильная инициатива. Все зависит от ближайших 2-3 ходов. Но пока такого сильного разнообразия по позиции, я бы не сказал, что оно присутствует. Ну, сейчас что происходит? У желтых инициатива, но на зеленых пока не, как бы, скажем, не безнадежные. Поэтому их задача максимально быстро сейчас развиться. Вот сейчас Юрий задумался над кубом, да. Ну, мне кажется, рановато еще, потому что... Почему? Три открытых. Атака хорошая. Атака 6-4, 5-3, 6-3. Я объясню, почему нет куба. Потому что сзади желтых далеко еще три шашки. То есть по гонке они там плюс-минус одинаково. Поэтому несколько факторов должно совпасть, чтобы делать удвоение. Азизов опять не посадил. Посадил. Нет, вот сейчас, да. А, перед этим, да. Это у Акопова. Зарядил, точнее, мы говорим. У Акопова был. Да, тут три четверки снизу опустить. Но сейчас тоже нет куба, потому что из Телани был куба. А, есть куб уже. За счет того, что есть третий пункт в доме, да? Найдет ли, Юра? Зарядил или оживил, наверное? Можно оживил, говорит? Да, мне нравится очень, оживил. Акопов со мной согласился, кстати говоря. Молодец, Юра, нашел. За счет того, что третий пункт в доме появился. Молодец, что согласился. Нет, я слежу за партией, да. Что показало двоение, да. То есть атака хорошая, и при случае он может занять, например, занял бы четвертый пункт, тогда было бы уже поздно объявлять дабл, в этом смысле. Здесь программа советует бить. Извините, я буду иногда все-таки подглядывать программу, не могу закрыть глаза на это, поэтому. Ну вот, как раз, да, это лучший ход по меню программы, пробить во втором пункте. Потому что, если сейчас не пробить, то желтые легко сцепятся, там как-то, станут, не знаю, там займут седьмой пункт, или там, ну, в общем, двумя ходами всегда легче снять пункт, поэтому надо все-таки использовать свою инициативу, не давать им развиваться и пробивать. Ну, потому что с другой стороны, куда еще тройку ходить, да, некуда особо больше ходить, то есть спускать ее там с тринадцатого пункта, ну, поставлять под бой получается, нет, я думаю, Юра найдет пробитие, да. Да, отлично. Вот, опять Танис, и вот как раз то, что я и говорил, если бы сейчас был показан сейчас, уже был бы пас, поэтому Юра вовремя показал удвоение, сейчас будет пытаться, да, пытается сделать, так называемый, блиц и поставить Марс, и достаточно успешно, ну, вот сейчас вот не закрыл четвертый пункт, сейчас закрыл четвертый пункт, было бы очень много Марсов, а сейчас у Тимура есть возможность все-таки избежать Марса, есть там какие-то хороший бросок сейчас. Так, надо ли убирать из-под боя вот эту шашку четвертого пункта, вот сейчас, наверное, пробитие, наверное, да, один из лучших ходов. Да, видимо, да, показывает, что... И опять, опять судьба издевается над Азизовым. Да, очень не везет Тимуру опять в этой же матче, у него уже практически там сколько, 45 или 48, я не вижу, процентов на Марс, проигрыши с Марсом. Но с другой стороны, вот эти три шашки, которые находятся в доме у Акопова, они еще своего слова не сказали, они еще... В смысле, им долго выходить, но они... нет проблем, потому что у них, как бы, свободный выход, там, не знаю, задняя шашка может выйти через шестерку, а две передние там через пятерку, через двойку. Вот сейчас двойку уже надо выходить, мне кажется, потому что можно застрять, я имею в виду, с 20-го пункта двойку ходить. Мне не очень понравился этот ход, да, это ошибка. Ну вот, как только ошибка случается, судьба наказывает. Небольшое наказание, да, но все равно еще у желтых очень хорошая, как бы, инициатива, потому что у зеленых аж три шашки. Если они сейчас не зарядятся единичкой, то у них шансы на Марс такие же большие, как и были. Я думаю, надо бить, потому что... А чем поддержать потом? Неважно, просто если сейчас не пробить, то следующим ходом зеленые встанут в первый пункт, и это уже... Да, здесь, собственно, и другого варианта-то не было, потому что... а, нет, можно было с седьмого поля уходить, и... О, вот это очень плохо. Знаете, 1-1, желтые не смогли выйти ни одной шашкой сзади, и придет сейчас, наверное, с пятого пункта ставить на первый. 1-1 же, правильно? Да-да-да. То есть с пятого на первый, другого не вижу. Или все-таки закрыть, то есть с четвертого на первый и убрать эту одинокую шашку. Два варианта. Ну, так хуже, мне кажется, лучше тогда с четвертого было. Ну, вот это второй уход, да, по второй линии, так сказать. Не самый лучший, а второй по счету. Ну, то есть вот, когда зеленым цветом подсвечено, это небольшая ошибка. Вот 1-1, предыдущим ходом была небольшая ошибка. А вот сейчас 5-1 ошибка более грубая, потому что, видимо, все-таки советовала вторую шашку заднюю, вот с этого двадцатого пункта выходить. Ну, в любом случае, пока очень долгая работа предстоит зеленым на то, чтобы спасти от Марса. Им нужно зарядиться этими тремя шашками, потом еще как-то убежать. Ну, практически вывел их окопов, но вот наконец-то первая тройка пришла. Да, опять будет пробитие, да. Вот эта борьба за занятие пункта зеленым, надо занять как можно быстрее пункт, чтобы спастись от Марса. Но для этого нужно много троек кидать. Они их кидают пока немного. А у них на 10 бросков, по-моему, была первая тройка. Вот сейчас, кстати, можно было убрать эту тройку из-под боя, еще раз пробить. Я бы пробивал всегда до упора. Какие еще варианты тут? Ну, там можно сзади идти, но я же говорю еще раз, соображение того, что зеленый зацепится, ставит зелеными шашками в доме желтых, то все, это практически уход от Марса. Поэтому желтые не должны давать им этой возможности. Да, с тремя убитыми камнями, конечно... Раз, два, три, четыре. Да, вот последний шанс у зеленых спасти с Марса. Рассчитывать на что-то сложно. И при том, что судьба по-прежнему издевательски совершенно относится. Так, еще последний шанс будет, оказывается, не всегда плохо. Еще раз можно тройку кинуть. С какой попытки в этот раз? Я думаю, ходов десять он походил, Тимур и один раз бросил тройку. Да, 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 да. Не уверен. Да, вот так, согласен. Вот, я решил убрать. Это правильно, кстати. Ну, уже просто, наверное, нельзя уповать на вот такую милость. Видимо, неправильно поставили шашки перед ходом. То есть там... Я так остановился. Да, остановился. Сейчас поправили позицию. Что же там случилось? Ну, ничего страшного, наверное, сейчас быстренько... Неправильный ход совершил Юра, когда он переставлял шашки туда-обратно. И, видимо, поставил мне в начальную позицию неверную. Там, по-моему, на один пункт ошибся. Ну, да, если вспоминать о снукере, о котором мы сегодня уже говорили, то там есть специальный судья, который сидит в кабине и по компьютеру выставляет шар, который, значит, надо сыграть еще раз, буквально вплоть до миллиметра. Ну, сейчас посмотрим, что скажут. Все, исправили? Ну, теперь... Идет, ага, все. Ну, мне кажется, так и было. Может, просто на всех случаях решить не поверить. Ну, неважно. Ну, все, фактически. А вот это зачем? Не знаю. А почему не тащил дальше? Он смотрит, чтобы не 6-6, не открыть последнюю шашку. Ну, мне кажется, это не так страшно. Неважно. То есть, если бы 6-6 кинул, если бы опустил эту желтую шашку вниз, то открывалась бы одна шашка в желтых под боем. Оставалось бы. О-о-о-о-о. Наконец-таки пришло 3-3. Но боюсь, что поздно. Сколько он кидал этих бросков, приезжая в кинул тройку, а тут сразу... Ну, если сейчас только 4-4. Но, но... Я скажу так, что таким 3-3 он максимально уменьшил количество марсов. Но их все равно достаточно много. Но не столько, сколько было до этого. То есть, условно, там было 50%, сейчас осталось сколько? 33. В каждой программе. То есть, примерно 1 треть... 1 от 3 случаев желтые сделают марс. Вяжут 4 очка. Все зависит от того, как будет кидать... ...тимур. Настолько большие камни, скорее. Но есть еще маленький шанс, что желтые подставятся. Сейчас тройку, в любом случае, надо будет задней ходить. Сейчас любой вариант. И теперь, например, любой куш за желтых открывает шашку 4-4, 5-5, 6-6 и 3-3. Целых 4 плохих броска, например. Раз, два... А, 6-6. 6-6, да. Это прям большое подспорье для ухода от Марса. Сейчас будет пробитием, наверное. Да. Где-то помогает сохранить счет желтым еще, ко всему прочему. Опять 3-3, смотри. Сколько раз он кидал до этого, не мог кинуть тройку, все два раза кинул 3-3 за три хода. Теперь вот номер 6-2, опять 2 за желтых плохие. Можно подставиться, но нет. Ну, получилось, как это... Разошлись, как море корабли. То есть желтые практически наверняка выиграют просто обычные партии. И зеленые не успеют идти от Марса. Точнее, зеленые успеют идти от Марса. Ну, шансов было много, конечно. Много очень шансов было у Акопова наказать соперника. Выиграть с Марсом? Да. Ну, 50 с лишним процентов в какой-то момент было. Поэтому сейчас все уже. Нет теоретически даже шансов, что желтые выиграют с Марсом. И нет теоретически шансов, что зеленые не проиграют. Я бы сказал, что спасся в какой-то степени Азизов. Да, 6-6 был важный в какой-то момент. Ну и 3-3, конечно, которые спасли его. Ну, сколько же можно было издеваться-то? Да. Я сбил со счета. 2 очка. Сколько раз, сколько попыток сделал Азизов для того, чтобы оживить свои камни. Поэтому сейчас по эмоциям, если посмотреть, Тимур скорее рад тому, что он ушел от Марса, чем Юра, что выиграл всего 2 очка. Хотя он выиграл 2 очка. Да. Юра решил помочь. 1 и 2 закрывать. Ты ничего не придумаешь. Четвертый пункт занимаем точно, а пятерку думаем. Пятерку снизу, наверное, сверху точнее спустить. С 13-го пункта. Время еще. В одном сидишь. Хороший, хороший прыжок. 6-1. Ну, закрывать 7-ой пункт. Все знаки. 6-1. Что там? 2-1. 2-1. 2-1. Это 13-11. Сверху спускаем. А 1, ну, наверное, да, последнюю шашку тянуть. Других просто нет единичек. 4-3. 4-3. 5-й пункт закрывать. Абсолютно. Григорий, вы постепенно станете мастером. Ой, ладно, прекратите. Я скромно себя веду просто. Вы еще не знаете моих талантов. Я не сомневаюсь, мне кажется, после 6-6 эфиров. Напомню телезрителям. И вас тоже приглашу на всякий случай. Да, хорошо. Молодежный кубок у нас состоится на этих выходных с 24 по 26 февраля в Сколково. Да, то есть приглашаем вас на него тоже. В Сколково. В Сколково. Правда, там будет молодежный турнир. Вы можете посмотреть, прочувствовать атмосферу. Там будет мастер-класс. Я пешком могу дойти с улицы Горбунова? Тем более. Вот. И посмотреть, как проходят профессиональные турниры. И приглашаем всех молодых людей и школьников. То есть у нас будет молодежный кубок в двух возрастных категориях. До 28 лет. И отдельно школьники будут, которые учатся в школе. Почему такая странная планка до 28 лет, молодежная? Я как-то не очень понимаю. Это вы брали за принцип комсомольский возраст, что ли? Ну, так решили. Надо было какой-то возраст взять. Ограничение. 25 вроде как мало. 30 уже много. 28. Самый раз. 28 молодежные. Не знаю. Как-то не очень, не очень. Это понятно. Ну, ладно. Ну, пусть будет молодежный. Пусть в нардах будет молодежный возраст 28 лет. Тем временем, пока мы отвлеклись, немножко желтый предыдущим ходом 4-4. Немножко неаккуратно сыграли. Но, тем не менее, у них сейчас уже позиция для удвоения. Потому что в гонке они достаточно впереди. Ну, думай сейчас как раз над этим окопом. Уже показал удвоение, Юра. А, показал он удвоение, да? Да, уже показал. Тимур думает над принятием. А, ну да. Не успел посмотреть гонку. Да, но видно визуально, что желтый впереди. Хватает ли зеленым принять удвоение? То есть, есть некие критерии, которые говорят о том, что, например, 21 пипс зеленым нужно. Не больше 20-го пипса. Объясню, что такое пипс. Опять, наверное, да? Это количество шашкоходов, я бы так сказал. Ну, просто количество ходов. Ходов умноженных на количество шашки. Количество пунктов необходимо до выноса. О, пас. Ну, а что, посчитал Азизов? Видимо, ошибся в подсчетах. Потому что пас – это грубая ошибка в этой ситуации. Да, я, дорогие друзья, используя право ведущего, да, Напомню вам, что наша трансляция идет не только в эфире телеканала «Старт», но и на платформе YouTube. Там вы задаете много вопросов о турнире, игроках и нардах как таковых, и мы решили ответить на них в эфире. Переходите в наш телеграм-канал, оставляйте их под постом. Вы можете попасть туда по ссылке, размещенной прямо под трансляцией в YouTube, или воспользоваться QR-кодом, появившимся на экране телевизора. Мы будем собирать ваши вопросы в течение недели и ответим в следующем эфире. То есть то, что мы начали уже делать сегодня – отвечать на ваши вопросы. Ну, на некоторые вопросы Азамас пытается ответить и по ходу непосредственно. Комментария сегодняшнего, за что ему отдельное спасибо. Да, не за что я готов приложить все свои усилия для того, чтобы популяризировать нарды, потому что я считаю, что эта игра достойна того, чтобы она была максимально популярна у нас в стране, не хуже, чем шахматы, потому что количество игроков нарды в России, я думаю, не меньше, чем шахматы, а вот как спорт нарды еще не развиты, и вот мы будем максимум усилий прилагать для того, чтобы это случилось. И я со своей стороны приложу максимум усилий. За что вам тоже огромное спасибо. Да не за что, приходите к нам еще. Ну, я вам так скажу, что вот, например, эти эфиры уже, это как, скажем так, производит эффект разорвавшейся бомбы, потому что много людей, которые со всех концов страны, там, периодически… Со всех концов света. Насколько вот мне Леонид Рискин рассказывал, что его знакомые и родственники там в Америке смотрят. Вот, да, многие люди за границей смотрят, и мне, я же говорю, пишут мои там какие-то далекие мои друзья, которых я по сто лет не видел, а я тебя видел по телевизору там или слышал, не знаю, там, вот, например, Женя Кафельников, у нас олимпийский чемпион по теннису, он смотрит этот турнир, знаю, и за меня болеет, кстати. Ценное, ценное, сейчас было дополнение. Вот, поэтому, как бы, вот такие вот проекты, телевизионные проекты или там любые другие крупные проекты, они, я думаю, максимально способствуют поливизации нард. За что и канал, телеканал ТВ, спорт, старт, точнее, тоже очень большое спасибо за то, что он подхватил нашу идею. Не, не, идея была не ваша, идея была наша, да, поэтому вот сейчас не надо передергивать одеяло на себя. Извините, извините, сейчас вот... Я сейчас включаю такую строгого директора школы. Расскажите, подробнее. А что, история была очень простая. Идея возникла, после чего я начал совершать обзвон всех возможных и невозможных, значит, клубов, где популяризируются нарды. В одном месте мне сказали, что нет, это нам не очень. В другом месте мне сказали, ну, это может быть интересно только на нашей платформе. И вот третий, кому я позвонил, был как раз Юрий Акопов. Да. И когда человек мне сказал, что, а можно мы встретимся с вами не через несколько дней, а сегодня. Я понял, что интерес взаимный. Вот, собственно говоря, в этот же вечер мы начали обсуждать уже с руководством телеканала Старт, с Владимиром Широковым. Стали обсуждать регламент, стали обсуждать какие-то моменты. Неделя ушла на утрясание неких таких еще непонятных, нетелевизионных ситуаций. И уже к ноябрю месяцу... Отлично, что все срослось. Да, абсолютно, абсолютно. Ну, есть такое понимание, да, вот случайность, которая оказывается счастливой. Вот эта вот счастливая случайность, она и возникла. Так что... Хочу прокомментировать позицию, потом вернемся. Сейчас у зеленых, точнее, очень сложное решение, потому что это у желтых очень сильная атака. С другой стороны, у зеленых много контр-игры, у них там есть пункт в доме желтых, и вроде есть как сопротивляться. Ну, я бы на месте зеленых скорее сдался. То есть там программа, по-моему, показала, что пограничный пас, то есть можно принять, можно пасунуть. Потому что, ну, большая атака сильная, много борьбы за выживание зеленым предстоит. Как-то тяжело будет очень бороться, и поэтому проще сдаться. Но с другой стороны, Азамас, 0-4... 0-3 способствует принятию, думаю, да? Нет, ну, 0-3 сейчас, а было бы уже 0-4. Ну, лучше 0-4, чем 0-7, условно, да? То есть тут можно еще Марсом проиграть какое-то количество матчей, геймов, так называемой. Ну, вот сейчас вот, например, 6-4 очень хороший ход для зеленых. Ой, для желтых. И теперь зеленым предстоит еще больше напрягаться по поводу Марса. Ну, один камень оживил. Но с другой стороны, в Нардах не бывает простых решений, особенно по кубу. То есть если, ну, как бы, есть ситуация, в которой можно принять удвоение, значит, ее надо принимать. 6-5 начинается издевательство. Опять 6-5, как вот... Есть такое выражение, как яки, да? Как единицу бросить. Такое простое и такое же сложное. Там было 6-5 в том гейме, когда у него только 6-5 пункт были заняты. А сейчас 4 пункта все-таки было занято у желтых, поэтому не так страшно. Ну, теперь сложное решение пробить или все-таки одной шашкой бежать примерно равноценная, то есть шестерка. То есть если вот сейчас зеленую пробьют, да, вот с 13 на 7, да, то желтые могут обратно кинуть семерку и опять подцепить зеленую шашку с одной стороны, да? А с другой стороны, если желтые не подобьют, то у зеленых появляется шанс эту желтую шашку задержать, да? Ну, конечно. А так она выскочит, если только 6-1 не выйдет, не выпадет. 6-1, 1-1, 6-6, да, бьет. Ну, решил пробить, это более человеческий только ход, все-таки попытаться задержать. Вот, видите, 5-1. 5-1 я бы пошел в 20-й пункт, потому что надо как-то быстрее убегать с желтым, правильно? Так. И вот теперь 3-2, 2-1 и что-то еще. 3-1, 6-5. Ну, вот видите, не пришло ничего хорошего. То есть опять, можно сказать, зеленым не везет. Ну, наверное, шестерку надо спускать снизу, а пятерку там в доме играть. Ну, то есть уже удержать желтую шашку будет очень сложно, поэтому уже скорее игра на то, чтобы не проиграть с Марсом. Да, 6-5. Ну, еще есть шанс на то, что желтые все-таки еще должны войти в дом, им надо как-то быть там. 5-5. Ну, тут кроме как заносить. Да, занять как можно больше пунктов. 6-1. А, ну вот можно было разгрузить шестой пункт, чтобы не такой, как бы... Не такой колбасный цех был. Так, пока-пока есть у желтых безопасный ход, но в следующем ходу могут уже возникнуть проблему у желтых. То есть, например, что-то с пятеркой они кинут или... 4-1. Желтые максимально пытаются быстро застроить свой дом. О, ну это практически Джокер для данной ситуации, для желтых. Передвинули четыре шашки. И только 6-3, вот которые сейчас кинули зеленые, нельзя кидать следующим ходом желтым. Безопасно зашли, да. Да, опять предстоит зеленым. Скорее борьба за уход от Марса, чем... Ну, сейчас, по-моему, Марс ближе, чем в предыдущей партии. 21-23 процента, так уж немного. Чем в первой партии. Ну, ближайшие два хода желтые не подставятся, а вот через два хода могут возникнуть какие-то проблемы. Ну, вот сейчас, например, 6-2 может быть плохое, да. Что может быть плохое еще в желтых? И 5-5 и 6-6, да. То есть 4-4. Получается... Ну, 6-6, 5-5, да. Да. Три куша и два обычных хода. Ну, тут хорошо уходит. Да. Если только... Опять же, 6 из зеленых, которые их спасают регулярно от Марса, но не более того. То есть, повторяется, как в предыдущем гейме. То есть, желтые уходят от Марса, но выиграть им, скорее всего, будет сложно. Да нет, но выигрыши здесь не речи быть не может. Нет, почему? Есть, есть. Вот он, пожалуйста, как нет. Это же короткие нарды. Здесь всегда можно выиграть. Вот одним броском. Нет, не везет. Тимуру не везет. Ну, а если 1-1 следующим ходом, Тимур тормозит? Нет, нет. 1-1 следующим ходом. Еще увеличит количество Марсов для зеленых, потому что пробегом же пробьют. И с шашкой она может застрять там. И танцевать. Должен. Ну, все, опять та же самая история. Зеленые гарантированно проиграли и гарантированно без Марса. Ну, все, да. Да, Тимур признал поражение без Марса. И разогласился. 0-5. Я не знаю, что надо сделать Тимуру, чтобы переломить свою неудачу. Может быть, сходить в церковь. Что делают хоккеисты, например, перед тем, как играют в решающий матч? Коньки точат. Не уверен, но я бы взял. У меня лежит. Ну, я не знаю, насколько это такой правильный совет. Сходить в церковь человеку с фамилией Азизов. Может, в мечеть? Насчет удачи, кстати. Вот всегда говорят, что вот на Ардах большой элемент удачи. Ну, безусловно, на Ардах удача немаловажная и очень важный элемент. Ну, в любом виде спорта удача очень важный элемент. В хоккее, в футболе разве нет? Ну, конечно. Если играть две равные команды, без удачи не выиграть, правильно? Ну, естественно. Я вчера комментировал матч иранского клуба и саудовского клуба в Азиатской лиге чемпионов. Ну, игра, которая проходила вообще без шансов на победу ни у того, ни у другого. И вдруг иранцы подают с правого фланга. Мяч в пустую зону приходит к защитнику Казуйми Саудовскому. И он сбрасывает мяч прям вот под ноги единственному стоявшему там Ансари, капитану иранского клуба Фулат Хузистан. И тот забивает. Ну, на пустом месте. Удачный момент, как сейчас. Удачный бросок у Тимура. Он выкинул удачный камень 4-4 и занял четвертый пункт с пробитием. Удача всегда переламывает ход матча в любом виде спорта. Как старики всегда вспоминают вот тот легендарный удар Владимира Федотова в 70-м году во время переигровки матча ЦСКА-Динамо, когда они набрали в 70-м году одинаковое количество очков. Динамовцы вели 3-1, потом ЦСКА сравнял, счет стал 3-3. И на последней или предпоследней минуте Владимир Пельгуй, который должен был брать удар Федотова, мяч просто попал в кочку на неровном поле ташкентского стадиона Пахтакор и перелетел через руку Владимира Михайловича Пельгуя. Ну, вот вам элемент везения. Да, несчастный случай. А сколько в свои ворота забивают? А сколько зевков совершают во время игры Хнарды? Вот сейчас очень сложное решение для зеленых. У них есть два концепциально разных хода. То есть один ход это пробить, две шашки желтых. То есть, а второй вот так вот закрыть и выйти, да. Вот Тимур выбирал между двумя этими и нашел правильный ход. Вот этот ход чуть лучше, чем второй. Да, если бы только тройка не пришла. От этого мы не застрахованы, мы не знаем, что придет следующим ходом, поэтому... И вообще, вот смотрите, вот я... Сейчас 6-5? А нет. Интересный сейчас ход. Потому что если походить 1-24 пункт, спустить, да, с бара, то четверку непонятно где ходить. Во второй пункт не хочется, поэтому... А если посадить на четверку и внизу где ходить? Да, то внизу только одна, только одна в пятерку. Но вот это самый лучший ход, кстати, вот программа показывает. 6-5 походить и поставить, если желтые не попадут, и следующим ходом зеленые займут этот пятый пункт. Вот, молодец, Тимур, нашел этот ход. Браво. Но... Но вот тот самый Джокер, который... Не то, что он Джокер, это просто желтые в пале, да. Он Джокер, это скорее ход, который принципиально меняет. Ну, а что, он тут занял пятый пункт соперника? В общем, тоже, да, неплохой ход, можно сказать, Джокер. Опять 6-5, но я не знаю, что происходит. Сегодня там как-то странно намазаны за реки вот этим 6-5 в самых решающих позициях. Два пункта занято у желтых. И который раз мы с вами наблюдали за этим 6-5 с первого броска. Он ничего не может сделать, Тимур, да. И удача уже после 3-5 геймов минус 4-5, да, или плюс 4-5 в пользу Юрову. Но это очень большая удача. Против такой удачи тяжело бороться. Я хочу сказать вот в адрес Тимура то, что он молодец в том смысле, что он, ну, я бы сказал, философски воспринимает неудачи и не показывает, не показывает это. Ну, у нас есть там целый ряд игроков, которые там начинают заниматься самокопанием, там, нервничать, что вот там лак такой, удача. А он... Он старается держать эмоции в виде, но вы не представляете, какое количество эмоций внутри. Естественно. Там варится человек, переваривается, и он с этим справляется. Но я, кстати, хочу одну историю интересную. Не то что историю, подметьте одну вещь, которая, мне кажется, очень любопытная. Вот вроде как вот в нардах, особенно в коротких, когда ты кидаешь какой-то удачный зарик и переламываешь ход игры, это такое, ну, учитывая, что нарды вроде такой эмоциональный вид спорта, игроки должны радоваться, да, проявлять свои эмоции, да. И обычный любитель, или там сидя во себе дома, когда играешь, ты действительно радуешься, даже кричишь там, ва, я к нему крутой камень, да, там. А профессионалы этого не делают. Почему, да? Боятся спугнуть удачу. Нет, у меня есть другое объяснение этому. Ну, может быть и так, я не знаю, но скорее другое. То, что профессионалы сыграли столько партий и столько раз видели, что вот этот один удачный бросок ничего не значит, потому что следующим удачным броском соперник может опять все переменять в обратную сторону. Ну, это как раз и есть спугнуть удачу. Просто не тратит эмоции лишний раз. Они понимают, что пока не закончился матч, пока все, что может там произойти, еще там 10 раз все переменится. Поэтому зачем радоваться, зачем тратить свои эмоции, да. Во-первых, во-вторых, может просто не обидеть соперника там своими эмоциями лишний раз. То есть есть такой этикет. Знаете, я, вот вы сейчас очень хорошую формулу применили, не обидеть соперника и вспомнили об этикете. Я сейчас вспомнил нашего выдающегося боксера Олега Григорьева, который стал олимпийским чемпионом 60-го года в Риме. Господи, сколько же это лет назад было? Он был 63 года назад уже, да. И у него соперником был итальянский боксер. И Григорьев уже в первом раунде дважды отправил его в нокдаун. Причем второй был очень тяжелый нокдаун. И было понятно, что он этого итальянца, ну, размажет, как захочет по рингу. Но Григорьев, понимая, что дело-то все-таки в Италии проходит, да. И дабы не обидеть местную публику, он довел поединок до красивейшей победы по очкам. Минут 20, наверное, зрители благодарили аплодисментами Григорьева за то, что он не унизил их любимого спортсмена. Ну, вот это вот какая это степень понимания этикета спортивного, да. Ну, да, я с вами согласен. Вот это вы очень хорошее определение нашли. А тем временем, да, мы немножко отвлеклись. Сегодня у нас такой репортаж с отклонениями. Мы почувствуем себя Майклами Джорданами, да. С отклонениями. Ну, что могу сказать. Смотрите, сейчас какая интересная история. С одной стороны, у зеленых очень сильное отставание по пипсам, да, видите, 140 на 99. А с другой стороны, у желтых две шашки в доме соперника, которым еще предстоит как-то оттуда выйти. То есть избыточно впереди оказались. Ну, вот только 5-5. Ну, вот если бы не 5-5, то как бы желтые уходили. Но 5-5 это суперджокер, потому что после этого хода будет следующим ходом удвоение, потому что это просто уже, ну, как бы максимально... Даже несмотря на то, что зеленые заняли 4 пункта, я думаю, желтые должны объявлять удвоение, потому что теоретически они могут еще как-то подставиться. Но, скорее же, зеленым тут долго предстоит думать, принимать ли такое удвоение. То есть они могут дождаться того, что желтые подставятся, а могут и не дождаться. Поэтому не дождались, потому что... Точнее, пас, потому что слишком большое отставание в гонке у зеленых. Кроме того, что они должны подставиться, они должны еще успеть перекидать соперника, да, там, если они не подставятся, допустим. Так, сейчас еще раз попытаюсь объяснить. Да нет, то есть у зеленых все понятно. Выиграть в плохой, ну, как бы в плохо складывающейся гейме, вот, например, в этом. Либо, первое, подловить шашку соперника, либо, второе, просто перекидать их, да. Просто перекидать никак не получилось бы в этом гейме, потому что было сильно большое отставание. А подставиться тоже желтые не так часто подставят. Там и единственный ход, который что-то мог решить, это 6-3. Если бы желтые кинули 6-3 и открывали бы одну из... один из пунктов. Да. Оголяли бы, значит, шашку. Да, то есть подставиться было не так много шансов, а и в гонке тоже практически никаких шансов зеленых не было, поэтому пас. Возвращаясь к боксу, а вот Рой Джонс, по-вашему, он издевался над соперниками или красиво выигрывал? Знаете, я думаю, что сила Роя Джонса была такова, что ему особо издеваться-то не нужно было. Он играл по сопернику. И даже там, где возникало ощущение, что он издевается, это была хорошо поставленная тактика. Мне так кажется. Согласен. Но 23-20 в любом случае зеленый должен занять пункт. А почему вы сейчас обо... Ну, потому что я про Григориева вспомнил. Да, да, да. Про красивый выигрыш и про этикет. Ну, в нардах нет, скорее всего, больше никаких ситуаций, кроме как проявления эмоций, когда мы можем как-то, ну, скажем так, нарушить этикет. Ну, нет, ну, конечно, они есть, но я имею в виду, что с точки зрения игры, да, вот сейчас вот... А, вот о чем думал Тимур. Я думал, что он думает Тимур, но не знаю. Мне казалось, зафиксировать себя там в пятом пункте соперника и потом уже дальше атаковать. Ну, здесь вот пятый пункт сейчас закроет Апокас. Да, а теперь он получил контр-игру, ведь получил контр-удар, скажем так. И Юра тоже думает над тем, чтобы сыграть более аккуратно, странно. Но тут, мне кажется, прям напрашивается занять пятый пункт. Ну, я думаю, Юра сейчас вернет эти шашки и пробьет все-таки. Я бы сейчас сказал словами Акопова, мне не нравится такой ход, как он часто говорит. Да, я скажу я за Юру, что мне не нравится такой ход, да. Потому что как бы у желтых было еще много времени потом убежать этими задними шашками. Не знаю, занять пятый пункт в доме соперника, это, мне кажется, прям то, что напрашивалось. Ну, иногда со стороны виднее, чем за доской. Давайте как раз посмотрим, какой там уровень игры. Сейчас я увидел, что у Тимура Азизова 4,64, по-моему. Такой хороший мастерский уровень. А у Юрия посмотрим чуть позже. Пять-пять с половиной, он тоже достаточно высокий. Это, пожалуй, такой саморазумный ход. Вот опять это джокер для желтых. То есть, помните, в прошлом гейме они кинули пять-пять ушли. Да, 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 Копов играет, как Каспаров. В том смысле, что Герджа Гарян рассказал хороший анекдот, который в данной ситуации, наверное, очень подойдет. У армянского радио спрашивают, скажите, говорит, Каспаров кто по национальности, еврей или армянин? И армянское радио отвечает. Если посчитать, посмотреть, как он играет в шахматы, то еврей. А если посмотреть на то, как выигрывает, то армянит. Вот, а Копову Юрию Грандовичу как раз и пять-пять в предыдущей партии, и четыре-четыре. Такие два спасительных, спасительных и очень удачных хода. Но он, конечно, сегодня играет очень здорово. Вот если не брать вот этот один-единственный, да, момент, на который мы с вами обратили внимание больше, наверное, и покритиковать-то не за что, да? Очень-очень взвешенно. Игроков, в смысле, идеальных практически не бывает, но сегодня все-таки больше играют все-таки роль пока везения. То есть все какие-то ключевые моменты, Юрий, ну, как бы кидает какой-то важный камень, а Мур не может кидать. Ну, везет сильнейшему, или как говорят в таких ситуациях? Просто везет. Кому-то везет. Игроков продолжает издеваться над Азизовым. Я бы сказал так, просто кому-то везет обычно. Кому-то везет, кому-то не везет. Вот сегодня опять Тимура не везет. Как в песне пелось, пусть кому-то повезет, а кому-то нет. И не сходится вопрос, и не сходится ответ. Так бы, вот, пожалуйста. Ну, смотрите, ну что, вот что может сделать в такой ситуации Тимур? Ничего. Сейчас опять будет удвоение, и скорее всего пас. А Тимур, как обычно, бросает 6-6. Вот вовремя, да. Это последний шанс был, да. Вот он тоже. Да, сейчас он посчитает гонку, и поймет, что... Где-то как 90-96. Ну, не такое большое отставание. Ну, все равно ему оставаться там смысла нет. Так у него есть шанс гонки его догнать. А так он будет там стоять сколько еще? Ну, один ход может постоять, а потом все равно надо убегать. Поэтому... 90-90. Ошибай, 96 на 90. На 96. А, после хода, да. Да. 96 на 90, да, так и будет. Но, видите, значит, зеленые отстают в гонке после хода, и вроде как им надо там сидеть ждать контакта. Ну, контакта практически нет, потому что желтые так красиво стоят, что они спокойненько заедут в дом. После одного-двух ходов зеленым все равно предстоит убегать, поэтому лучше прям сейчас начать убегать, правильно? Не задерживаться там в доме. Вот, да, и поэтому Тимур нашел. То есть, понял, и я пошел вперед. Точнее, пошел пытаться в гонке выиграть. Потому что 6 пипсов не так много. 4-1 это, конечно, не вариант для того, чтобы что-то такое серьезное противопоставить. Ну, да, и более того, сейчас желтый, скорее всего, убегает удвоение, потому что будет, сколько, 10 очков на 81. Что и делает. Такое удвоение, да. И тут, скорее, тяжело принять, но я думаю, Тимур посчитает и поймет, что это принятие. Он как раз сейчас считает, видимо, после того, как в прошлый раз он посчитал пипсов, он просто посчитал разницу, сколько кинули желтые и сколько зеленые. Поэтому он даже не смотрел на доску, а просто вычинил эти значения и посчитал в уме. Еще могу сказать так, что среднее значение суммы зариков, выпадающих на костях, с учетом кушей, там вот этих 4-4-5-5-6-6, 8 очков. То есть все, что кидается больше 8 очков или 8 очков, это считается выше среднего. А вот меньше, это значит ниже среднего. Вот 3-2, это ниже среднего, дайте Тимур опять. Кинул маленький камень. Ну, Зизов ответил аналогично. Такой же камень кинул, да. Теперь, вот опять 6 очков. Все, что меньше 8, плохо для зеленых сейчас. Им стоит достаточно много накидать, чтобы догнать желтых. Им нужно практически 5-5 или 6-6 кинуть, чтобы догнать. Вот 2-1 дает шанс. 2-1 тут ослабление первого, второго и третьего полей. Да нет, это не ослабление. Ну, просто дырки могут возникнуть сейчас. Суть в том, что это самый маленький камень, то есть, поэтому дают какие-то шансы. Но они тоже кидают плохо. Все кидают плохо пока. Кто меньше кинет, то это... Вот 4-4, наконец. 4-4. Это что-то похожее... Это ближе, да. Что-то похожее на агрессивную игру. Шанс для агрессивной игры. Да, потому что Юрова кидает тоже 3-4 раз, там меньше. 5-5, там 4-2, 3-2, 2-1. Ну, и Тимур тоже, кроме 4-4, больше ничего такого не кинул. Поэтому, смотрите, ровно 47 на 47. Теперь прям вот первый раз шанс есть у Тимура завоевать первые очки. Ну, он кидает еще хуже, чем Юрова. Фатально, по-моему, это. До первого крупного броска. Вот сейчас кинуть крупное что-то, зеленый или желтый, и сразу будет решающее преимущество. Ну, вот 5-6, это очень хорошее. Ну, 6-1. Нет, все равно желтый пока впереди. Каждый бросок менять будет ситуацию. 4-1, одна выбрасывается. 2-1, ооо, это шикарно. Это шикарно, в кавычках, конечно. Теперь зеленый даже задумывается этим показывать, но нет, они сзади, поэтому нет. Ну, вот смотрите, сейчас примерно равная позиция, непонятно, кто лучше. Сейчас вот желтые уже могут думать над двоением опять. Нет, они опять отстают на 1 очко, на 1 пипс. Поэтому чуть-чуть совсем не хватает двоения. С другой стороны, у зеленых сейчас за 3 броска они выбрасывают свои камни, скорее всего. И желтые тоже за 3 броска. Но желтые скорее за 2,5, поэтому чуть-чуть не хватает зеленым. То есть, если бы, например, сейчас стояли зеленый и желтый симметрично, да? Те же 4 шашки одинокие стояли бы с 3 по 6, то это бы уже было удвоение. Так, вот мне интересно, сейчас Азизов думает над удвоением. Ему нужно пытаться удвоить, потому что как бы пытаться сократить отставание. То есть, если он может выиграть 4 очка, то еще станет 4-6. Но, а может и проиграть 4 очка. Ну, может, но в данной ситуации, что 0-6, что 0-10, мне кажется, особая разница, когда остается там не так много времени. Если бы мы играли в матч, который как бы до какого-то количества очков, то да, это надо было рисковать. Рискнул. А тут же мы считаем, как бы очки набраны на всех. Не могу бесплатно дать посмотреть. Потому что, как бы да, что все-таки желтым придется помучиться, принять это или не принимать куб. То есть, понятно, что желтым сложно принять это, но я думаю, Юра примет это. Есть что-то, что ты ничего не выбрасываешь? Есть, есть, говорит, то, что ты ничего не выбрасываешь. Ну, какие-то броски есть там, наверное. Сейчас. А, ну, ты имеешь в виду, что 2-1? Нет, 2-1 выбрасывает. Ну, счет дает, еще из-за этого. При 0-0 бы взял. Да, да, при 0-0. Вот, видите, Юра тоже считает, что надо как-то сделать поправку на счет. Но я не считаю, нужно вот в таком формате турнира, в котором мы, делать поправку на то, что в каком-то конкретном, какой-то конкретный день мы должны не проиграть или выиграть какое-то количество очков. Считается же сумма очков набранных там за 11 матчей, да? Вот, поэтому, да, видите, Юра принял. Что, принял? Да, принял, все правильно. 6-2. Так, вот теперь интересно, вот эту шестерку выкидывать или 2 переходить, а 6 выкинуть? Все-таки, наверное, да, потому что там тогда, если выкинуть шестерку и двойку, походить на третий пункт, тогда 3-3 у зеленых выбрасывать. Ох, какая концовочка-то, а? Да, горячая. Да, я перешел, конечно, на четвертое поле и выбросил бы с пятого. Нет, а вот правильно я говорю, что походить с пятерки на тройку, чтобы 3-3 сыграло. Следующим броском 3-3 могут выиграть. Если вот сейчас не так походить, по-другому, если походить. А вот сейчас 3-3 не выбрасывает, понимаете? 6-3 это хороший бросок. Но сейчас, если не кушать, то зеленые должны выбросить. Две шашки. Теперь у желтых только без тройки, без двойки, без ниц. Меньше 50%. Есть и тройка, и есть. Ну, и зеленых еще есть 2-1. Это было бы очень обидно, если бы сейчас Тимур прогибил 2-1. Я думаю, Тимур бы ушел просто. Стал с эфиры и ушел, сказал бы. Не хочу я больше играть в это. Ну, 4-6, смотрите. Ну, да, вот видите, оправданный риск. Ну, как оправданный? То есть, там, по теории, это был почти дабл. То есть, совсем маленький, ноу-дабл. Поэтому, по-человечески, это правильное решение. Ну, Окопов рискнул принять. А вот Окопов должен был принять. Там по математике он просто гарантированно обязан будет принимать. Там большой, как бы, большая ошибка не принять это удвоение. Вошли в противоречие Зарики и Математика. Ну, наконец-то Тимуру повезло, скажем так. Может быть, это какой-то начнется камбэк у него, и он, наконец-то, перестанет проигрывать постоянно. То есть, я в данном случае как нейтральный человек, но просто хочется, как бы, всегда за отстающих поболеть. А вот сейчас правильный ход? Да. Правильный пятый пункт обязательно, и последние два сзади тоже. Нет, первый ход понятно. А мне показалось, что вот теперь поддержки-то вот здесь вот у него нет никакой. То, что называется строительство, да? Билдеров нет, да, как любите говорить? Англицизмами. Все-таки, да. Тоже начали попадать под влияние нас, да? Да нет, это я издеваюсь. Так, что у нас происходит? Смотрите, качество игры очень хорошего было. 3,7 у Тимура и 4,3 у Юры. Это мастерские показатели, а у Тимура даже ниже 4, это гроссмейстерский уровень. 6,6. У кого 6,6? Вот у Азизова. А, 6,6 его все не выручает, да, часто, да. Два раза помогли ему 6,6 уйти от Марса. 13,7 посоветует программа все-таки занять этот седьмой пункт. А Тимур походил 2 до конца, да, я так понимаю? Да. Он сейчас просто поставил так шашки, чтобы было удобнее считать. Сейчас он посчитает, если ты поймешь, что он сзади, то он оставит эти две шашки. Но не совсем сзади, вот тут их оставит, а эти с 13 спустят в 7. Просто когда шашки стоят, вот сейчас у него там, допустим, в 11 пункте 5 штук, так проще считать. Ему сейчас он думает, куда 2. В смысле с 12? Игрокам приходится считать это в уме, а у нас все написано, вот у нас, видите, 156 на 134. Но это после двух шестерок, да, и еще два раза надо сходить в шестерки, да? Да. Но все равно зеленые будут сзади, поэтому имеет смысл оставить вот эти шашки две на 18-м пункте. Точнее, на 17-м пункте, да. Вот как они сейчас стоят, справа, справа, сверху. А еще две опустить, либо в пятый пункт, сейчас Тимур думает, вот с 11 в пятый, либо все-таки с 13-го на 7-й безопасно. Почему с 13-го-то? С 13-го, слева в верхний угол, две шашки, вниз всем. Но все-таки... Это разве не 12-й пункт? Нет, сверху с тела 13-й. А, вы считаете отсюда. Если я хожу справа налево... Все, я понял, я понял, все. Вот почему была эта ошибка, потому что были обратные хиты, видите, он попал в него сразу. А я-то считаю со стороны Акоповского дома. Ну, я понял, каждый ход меняется, как бы в противоположную сторону. Вот, смотрите, Юра бросил, Джокер попал и сразу стал лучше. Ну, сейчас, наверное, придется опускать две шашки тоже с 13-го пункта, чтобы строить потом дом. Так, в гонке у нас кто впереди? Юра, да? То есть, ну, не сильно преимущество большое пока, поэтому пока, наверное, двоя не будет. Сейчас четвертый пункт займут зеленые, так что желтым страшно показывать двоя не. Так, коварный ход. Ну, только так, за спину. Да, наверное, да, это максимально гибкий ход для желтых. В смысле, чтобы стоящим ходом было удобнее ходить. Да, шесть. Шесть надо убрать, потому что... Потому что он там никому не нужен был. Ну, потому что это, скорее, не... И под ударом находился. Не сторож, да, его могут пробить и закрыть там, и им будет потом плохо. А так он все равно контролирует вот эти вот четыре остающие шашки желтых. И, собственно, надежда на то, что они не смогут кинуть куш. Вот. То есть таким ходом Юра говорит, я не собираюсь тебя там ловить, бить. Я просто буду пытаться тебя перешагнуть. Вот я там кину 4-4, там 3-3, что-то такое за 3-4 хода, чтобы безопасно убежать. Просто этими шашками. Не так уже важен желтым дом. Ну, я бы, наверное, все-таки не стал так сам откровенно его разрушать. Это имеет право на существование такой ход. Сейчас он его опять разрушает. Но от другого хода я нет. Да, потому что там барьером такой, стеной стоят вот эти вот. То есть вы сейчас, после этого разбора своего дома, у Юры было уже 4, по-моему, хода, чтобы кинуть куш, но до сих пор не кинул. Вот остался последний ход, наверное, безопасный. Сейчас он 5-1 зайдет. А, вот видите, даже уже программа советует, и Юра этот ход как раз видит. Уже сейчас пытаться разбирать последний пункт. Ну, Тимур задумался над двоением, но мне кажется, что двоения нет. Рановато, потому что даже если он попадет... Ага, у Тимура есть двоение. Ага, есть двоение, знаете, почему есть двоение? Потому что у Марсы какое-то количество Марсов есть. То есть если попадет, то он может выиграть с Марсом, да? А если он не покажет куб, то следующим ходом, если он попадет, то он уже не выиграет, не объявит двоение. Прочнее, он объявит и получит паз сразу. Да, получит паз и 6-5. Это так называемый маркет лузера. То есть если все единички, которые он сейчас побьют, он выкинет, то в следующем ходе он уже поздно будет обвелеть двоение. Поэтому ему надо обвить сейчас. Тимур сейчас, мне кажется, тяжело, видите, потому что все-таки сзади. И поэтому... 6-5 чуть-чуть не хватило до спасительного хода 6-6. А, да, любимого. Любимого. Вот. А зачем? Тем не менее, Тимур пытается выиграть быстро сейчас, пока он его, типа, дом в желтых не настроен, не застроен. Ну... Ну, смотрите, сейчас вот у них одинаковый колесец пирес. В желтый был ход, но у желтых структура в шашек в доме хуже, поэтому теоретически сейчас, наверное, фавориты могут быть и зеленые в гонке. Сейчас мы посмотрим после следующего хода. Ну, будет бить? Нет. А, у него не было пробития, что ли? Почему? А, было, но тогда двойные хиты были. О, не ушел, да? Так, интересный ход сейчас. Что делать? Минимизировать количество ударов, тогда надо дальней шашкой ближе подходить. Либо все-таки там оставлять, допустим, некоторое количество ударов, за счетом на то, что две шашки в желтом доме одинокие. Нет, не получается. Ну, все, наверное, желтые побегут уже, потому что сейчас он посчитает пипсом. Нет, не побегут. Нет, 4-2. Равноценно, равноценно. Первый два хода. Первый пункт бы закрыть, да? Да даже там первый пункт не важно. Сейчас скорее важно, как зеленые будут расположены в доме там. Я об этом и говорю, о доме. Да, да, но я имею в виду, что там можно было просто поставить 6-4-6 два, чтобы было равномерно распилены шашки. Ну, в общем, короче, Тимур решил просто в гонку пойти. Кто кого перегонит. Это было уже в этом, каком, предыдущем гейме? Предыдущем. Да, как раз сейчас тоже будет такая же острая концовка. Хоккейные буллиты. И осталось последние, там, минуты две, по-моему, успеют ли они следующий гейм начать или нет. Смотрю, как будут быстро играть. Там еще предстоит посчитать пипсы в какой-то момент. Я думаю, сейчас прям Тимуру уже надо считать. И в них 48-41, но... Да, нету дабы еще. Желтая хоть и хуже структура, но не настолько, чтобы сейчас давать это. В общем, если они быстро закидают, выкинут, то еще успеют один гейм начать. Могут не учить. 4-3. А6-3, это хорошо для желтых. Да. Так, не успели. И вот теперь будет, либо все-таки, допустим, чудом Тимур успеет перегнать и покажет удвоение и станет ничья, либо все-таки желтый удержит свое преимущество. Ну все, теперь можно не спешить, можно спокойно подумать. Время все равно закончилось. Вот, смотрите, сейчас, если желтые не кинут дубы, то будет интересное решение. Ну они кинули двойку, которая пустая. Ну вот смотрите, сейчас опять вот та же самая ситуация, ровно практически, которая была в предыдущем гейме. То есть, с одной стороны, зеленые выкидывают за три хода точно, за два вряд ли, за два с половиной хода. И желтые точно выкидывают за два хода. То есть, тейк для желтых здесь, мне кажется, легкий, если я не ошибаюсь. Но он был легким и в той партии, в которой Азизов четыре очка взял. Сейчас посмотрю, в смысле, шашки покажут еще раз, а вот, ага, шестой, четвертый и третий. То есть, какие-то броски желтых, зеленых не выбрасывают за один раз, даже две шашки имеется в большом количестве. Такие броски, когда зеленый не выбросит две шашки, только одну шашку выбросит, и еще могут остаться там с одной шашкой на двойке, например. Шесть-один, например, да, там пять-один. Там пять-два. Там достаточно много бросков, которых не выбрасывают сразу две шашки зеленые, и при этом не очень хорошо стоят. Поэтому, я думаю, желтым стоит принять. Где бы принял? Надо внимательно посчитать. Вот как раз та самая ситуация, которую я хотел, да? То есть, если сейчас зеленые выиграют, то это будет ничья. Шесть-один, о чем я говорил, смотрите сейчас, если желтые не кидают к ушат, то любой бросок зеленых без единички, они проигрывают. Вот, смотрите, 3-1. 4-1, 5-1, и так далее. Но Тимур сравнял. Вот, наконец-таки, ему фортуна к нему повернулась лицом. Все-таки ничья. И он сегодня придет к вам на интервью, потому что он в роли хозяина. С 0-6, да, отыгрался. Как в теннисе, первый сет выиграл 6-0 Юра, а второй 6-0 Тимур. Да. Ну что, я бы сказал, интереснейший матч мы посмотрели. Согласен, да. Очень интересный матч, очень. При том, что при счете 4-0 можно было, ну, уже, как говорят в таких ситуациях, бамбук курить, да? Да, простите меня за этот околоспортивный сленг, но факт остается фактом. Вот, Азизов рискнул, и риск оправдался, когда при счете 6-0 он взял 4. Показал на 4, да. И Юра правильно принял, но Тимур выиграл тот гейм. Правильно принял, потому что, в общем, все свидетельствовало в его пользу. Нет, по математическим шансам. Если он мог выиграть этот гейм и выиграть 4 очка, так же, как Тимур. Ну, об этом и речь, но мы же с вами говорили, есть математика, а есть зарики, которым верить нельзя. Безусловно, зарики в итоге определяют результат. Да. Ну, хорошо, ладно, я так полагаю, что у нас уже, уже на подходе Тимур Азизов. Более того, дорогие друзья, скажу вам честно, он все еще никак не снимет маску сфинкса с лица. Нет, улыбнулся, уже улыбается, потому что в этой ситуации, в которой Тимур находился, наверное, ничья после 4-х поражений. Это благоприятный результат. Я обращаюсь к Тимуру Азизову, который появился у нас на комментаторской позиции. Это благоприятный результат, особенно исходя, что и сегодняшний матч вначале совсем не складывался. Ну, там караул был вообще. Сколько? Там порядка 10 ходов вы до того, как первую шашку из трех оживили. Да-да-да. Очень долго заряжался. Да-да-да. Оживлял одну из шашек. Но потом, правда, пришло 3-3, и вы выскочили из-под огромного количества Марсов. Вот. То есть, ну, судьба издевалась сегодня, нормально, я хочу сказать. Абсолютно точно издевалась. И как пришло решение все-таки вот в этой предпоследней партии сыграть на... удвоиться на 4? Вот как раз мы видим позицию эту. Да. Ну, просто я считал, что я не могу бесплатно давать сопернику увидеть мой хороший бросок. Он должен заплатить за это еще 2 очка. Вот. Мне не было. И именно в этом. Ну, вообще, конечно, при счете 0-4, потом 0-6, сохранять вот такую, уж извините меня, ту самую маску сфинкса, о которой я уже упомянул, достаточно сложной. Да, я честно вам скажу, я произнес несколько таких добрых слов в ваш адрес, что вы сдерживаете эмоции, потому что, ну, не понять было, по-вашему выражению лица, выигрываете вы или проигрываете. Ну, в общем, вы додержали, додержали вот эту вот линию до конца. Вот скажите мне, пожалуйста, вот эта ничья, она ничья или она ближе к победе? Вот для вас. Ничья. Все-таки ничья, да? Да, все-таки ничья. Ну, то есть она не дает такого психологического толчка к следующим играм, что «наконец-то, наконец-то я не проиграл». Я думаю, что нет, потому что турнирная история сейчас такова, что скорее мне надо выигрывать, чем в ничью играть. Ой, скромничает Азизов, ой, скромничает. Ну, давайте посмотрим показатели. Ну, пиар обычный, а удача, видите, опять, опять удача, конечно. Ну, с удачей была беда абсолютно. Очень плохо. И тем не менее, сыграть 6-6 с такой удачей, это, я считаю, нормально. Ну, хорошо. Ну, вы в курсе, Тимур, что у нас шло всю неделю накопление вопросов от наших телезрителей. Да, конечно. Да, и вот один из этих вопросов я хочу сейчас вам адресовать. Некто Максим Колянов. Как лучше всего бросать кубики? Говорят, что баскетбол, шахматы с мячом. Не хотели бы вы это оспорить и провести подобное сравнение с нардами? Как лучше всего бросать кубики? Ну, я знаю спортсменов, которые очень сильно вкладываются в это, придают этому большое значение. Вот я не из тех людей, я просто беру и бросаю их в бафлбокс. Энергию я стараюсь расходовать на иные мероприятия за доской. Так, может быть, в этом ошибка? Может быть, вы поэтому такой низкий лаг имеете, коэффициент удачи, что не отдаете зарикам энергию? Подумайте над этим. Теория вероятности говорит нам обратное, что от этого не зависит, поэтому... Но есть же еще теория невероятности. Согласен. Сегодня у вас, когда вы по 10 раз не могли оживить шашку, была та самая теория невероятности. А я бы ответил на этот вопрос, как лучше бросать кубики, я бы сказал, руками. Руками, да. Вот именно этим я и занимаюсь. Так, что насчет баскетбола? Баскетбол, шахматы с мячом. Не хотели бы вы это оспорить или провести подобное сравнение с нардами? Я, скажу честно, не фанат баскетбола, и вот эти параллели сложно мне проводить. Нарды можно сравнить вот с шахматами, это попроще. А вот с баскетболом, Григорий, я думаю, тут вы мне поможете ответить на этот вопрос. Ну, я знатный баскетболист вообще, конечно, да. Я баскетбол комментировал один-единственный раз в жизни, тем более, что это был женский матч, еще и выставочный. Вот, поэтому мне тоже достаточно сложно на эту тему что-то сказать. А я, тем не менее, благодарю вас за сегодняшнюю игру. Вы при счете 6-0 смогли действительно в эту игру вернуться и достойно абсолютно завершили этот матч. Матч был очень красивый. Матч был очень красивым, он был драматичным, он был с хорошей интригой. Ну и честь вам и хвала. Спасибо. Спасибо большое. Ну и удачи от ничейных исходов. Пора переходить к победным реляциям. Ну что, друзья мои, прощаемся с победителем. И у нас четвертый вопрос. А, это мне вопрос. Так, Алексей Чеглаков. А как Григорий пришел к любви к нардам? В каком возрасте познакомился с ними? Ну, вот вернулся на комментаторскую позицию от сама Сарсагов. Осетин по национальности. И я думаю, что вопрос к грузину адресованный, да, в каком возрасте от сама Сарсагов ответил, что я как родился, да? Что в Осетии, что в Грузии, что в Армении, что в Азербайджане. Но это игра, которую мы наблюдаем с детских лет. И поэтому не влюбиться в эту игру невозможно. Так что я считаю, что я дал исчерпывающий ответ. Играть я стал где-то лет в десять, наверное. Вот, так что... Смотри, что называть игрой. Наверное, за реки кидали уже в три года, а играть уже прям осознанно начали в десять. Нет, осознанно, да, в десять лет, да, 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 было такое. Ну что, друзья мои, давайте с первым матчем мы все итоги подвели, все нормально. Переходим ко второй игре. О чем нам говорит эта заставка, дорогие друзья? Она говорит о том, что на телеканале «Старт» продолжается удивительный турнир. Открытое первенство Москвы по коротким нардам «Старт Суперлига». И сегодня у нас вторая встреча на очереди. Встреча, о которой мы еще поговорим в студии по-прежнему от сама Сарсагов и Григория Твалтвадзе. И я, используя право старшего товарища, позволю вам, друзья, напомнить, что напоминаем о вопросах, да. Наша трансляция идет не только в эфире телеканала «Старт», но и на платформе YouTube. Там вы задаете много вопросов о турнире, о игроках, о нардах как таковых. И переходите в наш телеграм-канал и оставляйте свои вопросы под постом. Вы можете попасть туда по ссылке, размещенной прямо под трансляцией в YouTube. Или воспользоваться вот QR-кодом, появившимся на экране ваших телевизионных приемников. Мы будем собирать ваши вопросы в течение недели и ответим в следующем эфире. Собственно, сегодня мы уже приступили к реализации задуманного. Сегодня уже сколько? На четыре вопроса мы ответили. Можем еще ответить? Да, ну, можем еще ответить. Ну, вот, например, вопрос пятый. Так, я полагаю, Асамас, что это больше к вам. В следующем сезоне хотелось бы увидеть чуть измененный формат матчевые встречи до 9-11-13. Есть ли в планах? Это совсем другой мир на арт. И все международные соревнования так и проходят, так и матчи. Многие игроки и привыкли. Ну, вот, что вы скажете? Ну, безусловно, основное большое количество соревнований в мире проходит именно с таким форматом матчевых противостояний, там, до определенного количества, нечетного количества очков при этом. Но в этом формате, который мы сейчас используем, тоже есть свои плюсы. Например, то, что время матча фиксировано, оно известно заранее. Я бы, знаете, что хотел дополнить? Да, я бы хотел вот что дополнить. А эти турниры, они проходят в телевизионном формате? Вот, да. Во-первых, они проводятся не в телевизионном формате. Конечно. Более свободное количество времени на матчи и так далее. Но в матчевых противостояниях, безусловно, есть свои плюсы. То есть там всегда есть конечная цель достичь определенного количества очков. Интрига такая до последнего держится. И она гораздо более сложная с точки зрения математики, с точки зрения профессиональной игры. Но у нас, безусловно, в планах есть, что когда-то мы и будем матчевые турниры проводить. И, может быть, даже в плей-офф этого турнира еще пока окончательно не решено. Мы будем использовать эти матчи. Еще вот что важно. Этот молодой человек, Вадим, хочет сделать подарок всем участникам. Ну, не всем. Подарок следующий. Хотел бы каждому участнику подарить по Кубу удвоение. Хендмейт от лица Бегемон Молдова. То есть товарищ из Молдовы. А также победителю турнира по пиару пару стаканов. Я тут вообще, честно говоря, задумался. Если человек из Молдовы... Имеется стаканчик для бросков Зариков. Не надо ничего здесь делать. Да нет! Я думаю, что так как человек из Молдовы, это, скорее всего, будут стаканы для вина. И вопрос, с вином или без. Но принимаю вашу поправку, что, скорее всего, это стаканчики для бросков. Хочется поблагодарить, во-первых, Вадима, да? Вадима из Молдавии. Насколько я помню, это тот молодой человек, который активно следит за трансляциями и комментирует много эфиров. И мы благодарны за это предложение. Обязательно свяжемся и, я думаю, реализуем эту идею. Хорошо. Еще один вопрос. Соревнования позиционировались и позиционируются как турнир московских мастеров топ-уровня. Однако мы наблюдаем ряд провальных матчей по качеству игры. Игроки совершают дикие ошибки. Особенно кубом. Что могу сказать? Да, было 2-3-4 таких момента, когда люди... Я думаю, в первую очередь из-за напряжения. Все-таки играть у себя дома и играть на телевидении в каких-то серьезных матчах – это две большие разницы, как говорят в Одессе. Но здесь, в этой ситуации, все равно на большой дистанции средний пиар игроков подровняется и будет более, скажем так, красивый и хороший. А какие-то такие резкие ошибки или очень большие грубые ошибки, они случаются у всех мастеров. В любом, не знаю, в шахматах, в футболе, в хоккее. Более того, я хочу так сказать, что любой из игроков нашего турнира, я думаю, с удовольствием встретится с любым из болельщиков. Из тех, кто написал вот такие вопросы. Да, и чтобы проверить, насколько серьезно уровень игроков. Тут просто есть такое очень ценное окончание. Или просто в Москве такой слабый топ-12. Друзья мои, ошибок не допускает тот, кто вообще ничего не делает. Без ошибок не будет спорта, как такового. Ну, все матчи в футболе, в хоккее, в баскетболе, если не будет ошибок, будут завершаться со счетом 0-0. Понимаете, да? Безошибочного не существует, потому что придраться можно ко всему. Я не могу сравнивать топ-12 московских игроков с топом-12 всех остальных мастеров. И поэтому вопрос такой, достаточно, как бы это сказать, дискуссионного плана. Безусловно, есть еще какое-то количество, немалое количество сильных игроков. И в России, и в Москве найдется еще некоторое количество игроков. И не все, не только эти 12 игроков являются самыми сильными игроками. Но еще раз, каждый из этих 12 игроков является действительно топ-мастером. И всегда будет рад подтвердить свой уровень игры в личной встрече. Ну что, таблица положения игроков и расписания дня. Так, пятый тур. Так, далее Леонид Рискин, Алексей Оскурава. Леонид играет уже третью неделю подряд. Два прошлых матча проиграл. Причем последний проиграл Ерохину, человеку в машине. Проиграл минус 12. Продлится ли серия поражений? Ко мне вопрос? Ну а кому же еще? Что я могу сказать? Ну, тут опять прогнозы делали неблагодарные. Единственное, что хочу сказать, что встречаются два человека, у которых тоже очень неудачные серии пока. И может быть кто-то хоть одному сегодня повезет наконец. Ну а Оскурава выиграл последний матч. У Рискина был неплохой старт на турнире. Я бы действительно, наверное, посчитал этот вопрос немножечко таким провокационным. Давайте посмотрим, что нам игра покажет непосредственно от прибытия Леонида Рискина. Мы с вами наблюдаем. Он сегодня в зеленом, то есть он под первым номером. И в желтом полу будет играть Алексей Оскурава. Ну, настроение... Ну, у Леонида Рискина вообще настроение перед любым матчем всегда очень хорошее. Алексей Оскурава, я думаю, что благодаря последней победе, да, и пока единственной, ну, он приобрел некий такой психологический, что ли, платформочку такую, да, сформировал, с которой будет стартовать. Я разговаривал с Алексеем где-то в середине недели и как поддержал его немного, сказал, что ему не стоит пока так отчаиваться и играть какой-то прям агрессивный стиль игры. Давайте посмотрим на показатели, да. Вот. За счет того, что Алексей играет очень агрессивно, немножко не свойственно в своей манере, пытается переломить свою неудачу, у него какой-то низкий уровень игры здесь. Ну, а после трех поражений-то куда было деваться? Ну, на самом деле он играет гораздо сильнее. Понятно, что это не те цифры, на которые он, которые сейчас показывают 9-6 пиар. Член сборной России, между прочим. Да. И, соответственно, понятно, что если он будет играть, продолжать спокойно и свою игру, то он, скорее, быстрее переломит свою неудачную серию. Ну, не буду задавать вопрос по поводу того, кто сегодня может одержать победу. Мне кажется, что вы правильно говорите, что прогнозы делал неблагодарный. Я вообще такой хреновый прогнозист, что не спрогнозирую, и все бывает наоборот. Поэтому я хочу сказать, что игра будет скучная, будет неинтересная. Поэтому вы понимаете, что все будет наоборот. Давайте, дорогие друзья, приступим непосредственно к матчу. Леонид Рискин слева, Алексея Скурава справа. Настроение хорошее. Да, настроение хорошее. Терять нечего, кроме собственных цепей. Поэтому сейчас, я думаю, действительно, может быть, будет очень веселый матч. Потому что, как говорится, вперед с шашками на голо. В данном случае шашки не совсем те шашки. Ну, мы же понимаем, что... Эти тоже, да. Да. Вообще, на любой доске для Нард традиционный обязательно шашечное поле на облицовке присутствует. Хорошее начало для Леонида Рискина. 5-5. Ну, 4-2. Опять 4-2. Пока все играют безошибочно на 0 пиар. Все шашки идеальны. Так. 5. И 24-23 расплетовать последние две шашки. Или? А надо как-то выходить же оттуда. Правильно? Да, вот так. Или с шестого поля на пятый... Нет, нет, нет. Так гораздо лучше. Ну, может быть. Вот, смотрите, сейчас вот, если бы они не сделали этого, то сейчас желтый сейчас походит. Понятно. 6-5 и 8-7. Вот так, да. И последняя шашка просто бы застряли. Там две шашки застряли бы. Сейчас у одной шашки есть возможность выходить. Видите? А второй шашкой даже пробивает. Вот. Поэтому был важный ход. 24-23 вот это вот. Так, а там 6-2 ему пришло? Да, 6-2. И он пробил. И сейчас, видите, вроде бы плохая позиция зеленых превратилась для них в более-менее хорошую. То есть они даже фавориты сейчас. Вот этот ход мне не очень нравится. Это вот... И опять... Алискин хорошо пробивает. 6-2, да. А вот двоечку-то, ну... Ну, двоечка одна из двух, да. Либо эта, либо другая. Но там, чтобы дублицировать четверки, так называемые. Чтобы и тут четверка нужна, и там вверху. Поэтому так оставил четверку. И вот троечка возвращения на круги своя. Так, 3 и бить здесь, да. Это Джокер. Это Джокер для зеленых. Они уже, можно сказать... Пошла остренькая игра. Горяченькая вода полилась. 4-2 раза две четверки будут пробить. Я в любом случае, да. А последняя четверка где? Но она единственная остается. Другой нет четверки. Даже думать не о чем. Ну, да. То есть, единственное, Алексей думает, есть ли альтернатива пробитию? Ну, нет, мне кажется, альтернатива нет. Никаких альтернатив. Да. Пока все безошибочно. Ну, видите, как посадил сразу. Пятерка здесь одна тоже, сверху не спускаем. А почему одна? А вторая где? А как где? На третье поле? А, на третье поле плохо уходить там. Так скорее... Вот видите, смотри сейчас, как активно зеленые атакуют на четвертый пункт. Если сейчас желтый не побьют, то они... Ну, если не побьют, то они побьют. Ну, они бы в любом случае были под ударом, если бы даже они оставились там наверху, там по тройку оставляли, а здесь под шестерку. Но зато инициатива у зеленых гораздо больше сейчас была бы, если бы желтые не попали. В общем, очень острое начало, как видите. Сейчас вот... 5-3. Интересно, сейчас Алексей в своей агрессивной манере покажет удвоение. Мне кажется, даже в этой слишком агрессивной манере он сейчас еще рано показывает, потому что 4 желтых шашки находятся далеко в доме зеленых. Ага, он еще и решил пробить, ну правильно, чтобы 2 камня были убиты. Не совсем хорошо, здесь нечем закрывать, во-первых. Во-вторых, он скорее так напугает сейчас, вот сейчас, например, он думает сейчас напугать удвоением зеленых. Есть такое понятие, немножко с англицизмом тоже, блеф дабл. То есть, если желтые покажут удвоение, и зеленым как бы трудно, страшно принимать, но на самом деле здесь даже нет удвоения. И бывают ситуации, когда, например, зеленые в такой позиции могли бы сдаться, да, поэтому иногда можно показать. Вот сейчас вот точное удвоение есть, потому что закрывать, следующим ходом можно закрыть шестеркой, но и принять нужно. А видите, Леонид сдался, вот. Агрессивное удвоение сработало. Петрискина говорит, что лучше один, одно очко проиграть, чем все остальные. Чем рисковать четырьмя, да? Да, 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 да. Ну, а я, дорогие друзья, хочу еще раз напомнить вам, что наши матчи идут не только в эфире телеканала «Старт», но и на платформе YouTube. Речь, напоминание мое о вопросах, которые вы нам присылаете, о нардах, как таковых, об игроках и прочем-прочем. Переходите в наш телеграм-канал, оставляйте их под постом. Вы можете попасть туда по ссылке, размещенной прямо под трансляцией в YouTube, или воспользоваться вот появившимся QR-кодом. Мы будем собирать ваши вопросы в течение недели и ответим на них в следующем эфире. Так, ага. Ну и, наверное, с 24-го пункта еще два раза, чтобы занять пятый, не пятый, а вот этот вот, 16. А что, не нравится здесь? Не, он не то, что не нравится, он думает последние 24-го, как сыграть вот так вот, или сыграть с 13-го пункта, или занять вот этот пункт с 16-го, какой он там, 14-й. Вот, да, вот так вот, скорее всего, лучше всего, мне кажется, тоже. Так, ну, как бы, более рассредоточены все шашки. Да, это лучший ход. Поддом. Четыре. Раз. Две шашки пробиваются здесь, и одна, да. Два. Во дворе. 13-й. Ага, вот так вот. Вот это тоже джокер. Сейчас, если... Ну, нет, пока еще рано удвоение. Если бы вдруг желтые не зарядились, одна шашка, то было бы удвоение, скорее всего. А так еще борьбы много. Здесь надо занять, да, 13-8, и сверху вот занять бар-пойнт, так называемый. То есть точка ближняя к планке. К планке, которая, да, по-английски называется баром. На которую кладут шашки после побития. Ну, да. Вот сейчас 4-3, да, видите, вот троечка прям легла на доску. Бывает, что она там становится на грань, тогда это считается некорректным бросок. Но тут у нас стало как-то между двумя шашками. 3-1. Ну, опасно, конечно, пятый пункт забирать, потому что тогда сразу две шашки оголятся. Да, нет, пятый пункт здесь нельзя. Вот это один из немногих случаев, когда пятый пункт нельзя занимать, потому что две шашки под боем. Ну, а 4-3, да, вот этот безопасный ход считает программа лучшим, хотя он кажется так чисто интуитивно, такой не очень красивым, нечеловеческим ходом. Да, ляповатым таким, да? Да, а вот так вроде кажется более естественно, но сейчас Алексей будет думать. Потому что с другой стороны, занять 23-й пункт сейчас не дать атаковать. Ну, отца вас, вот это же достаточно безопасный ход, и он его, собственно... Он безопасный, но вот, да, вот я же говорю, что вот эта последняя шашка в конце... Точнее, не последняя, а вот на 23-м пункте она как бы... Вот, сейчас будет, видите, атака на него. Ну, на самом деле не самый лучший ход, как показала программа, но... Не всегда программа права, потому что двойка пришла. Программа оценивает не то, как будет следующий ход, какой будет следующий ход, а то, как после этого хода, какая позиция у тебя становится. Да я не враг программы. Так, что это было? Четверка. 4-2. Двойку посадил, четверку... Да, я вижу, да, я понял, да. Ну, да, не очень, не самый лучший ход, но сейчас удвоение, вот я еще хотел сказать, удвоение, легкий тейк, потому что еще много борьбы. Потому что 5-2 играет Рискин. Именно из этого было удвоение, что если попасть, то потом с следующим ходом будет поздно. И теперь, ну, желтым предстоит такая достаточно тяжелая борьба за выживание. Но если бы зеленые не попали вот в эту двойку, то была бы плюс-минус там боевая позиция. Да, 3-1 накрывать сверху? А, Рис, тут пробить. Ну, нужно пробить, учитывая, что Алексей любит обратную игру, это в его стиле. Но мне кажется, может быть, не стоит сейчас так агрессивно играть. Лучше спокойно занять третий пункт в доме соперника. Да, вот это я и говорил. А, да, а потом уже дальше атаковать, да, все-таки трезвый разум возобладал. Ну, тут зеленым можно по большому счету как угодно играть. То есть они сейчас у желтых проблемы там. У зеленых сейчас задача подцепить еще одну шашку желтых, не дать им как-то там спокойно строить дома там. Поэтому они могут достаточно вольготно расставлять свои шашки. Потому что у желтых нет дома, а у зеленых есть дом. То есть любое подбитие желтой шашки создает им проблему, а любое подбитие зеленой шашки не создает им проблему. Вот смотрите, сейчас желтым по большому счету нужен некий запас. То есть они сейчас либо вот так вот переходят в все-таки контр-игру, вот такую, наверное, это пока правильно, да. Ну, вообще удивительно, что Алексей не перешел в свою любимую обратную игру. И удивительно то, что он не пробил, да? Ну, да, я ожидал от Алексея перехода в обратную игру, но, видимо, все-таки Алексей решил, что хватит уже экспериментов, да, будем играть максимально аккуратно. И это, наверное, правильное решение. Потому что любой переход в обратную игру, это увеличивает длину матча, гейма точнее, и он теряет много времени на каждый гейм. А ему нужно как можно больше геймов сыграть, чтобы отыграть отставание. И второе, любая игра в обратку, это чревато так марсами, да, то есть много марсов проигрывается, когда играешь в обратную игру. Напомню, что такое обратная игра, наверное, это когда много шашек подставляешь, чтобы вернуть их назад и играть с позиции как бы с обратной стороны, что называть. Возвращать все шашки назад и опять их... О, 6-6. Но это очень интересная игра. Это очень интересная. Очень интересная. Одна из самых интересных историй. Так, ну, два, понятно, вниз, три тоже, четыре. Тоже два, наверное, да. С наибольшим, наверное, фактором риска вот это обратные игры, где до флажка непонятно, что может произойти. Да, там, кто защитит, те пытаются до конца на последнего поймать шашку соперника, но если ему не удается ее поймать, то они проиграют четыречка. Ну, с марсом удвоение обычно. Так, смотрите, желтые умудрились перехватить инициативу, потому что зеленые не зарядились в три свободных поля. И теперь у них почти 40% на победу у желтых. Вот сейчас один зарядился, два плохо. Ну, как плохо, в смысле не побили вторую шашку. Открытую шашку желтых, вообще. 5-1. Да, теперь задача желтых удержать вот эту одинокую дальнюю шашку зеленых. И непонятно, кто сейчас фаворит, даже понятно, что плюс-минус. Ну, 6-3, наверное, нет. Все-таки... Там не пятое поле. Зеленые получше, конечно, потому что сейчас у них... Я не знаю, сейчас 6-3 вот так вот играть, мне кажется, слишком рискованно. Придется играть как-то совсем безопасно. 12-6, 6-3 или 12-6, 9-6, то есть обе шашки... А, вот так, ну, так кажется, более гибким, да? Гибкая позиция, но же зеленые сразу убежали. Сразу убежали. Ну, у желтых есть некий контр-шанс на то, чтобы подловить вот эту шашку, одинокую, точнее, шашку зеленых еще. Подбить ее, и тогда у них будет... Вот, они заняли уже даже свой пятый пункт. Все, теперь у желтых идеальный дом. Дом идеальный, вот только... Как подловить шашку соревнования. Да, как подловить шашку, и тем более, что в гонке Рискин идет впереди. Да, прилично причем, да. 102 на 87. Точнее, 87 на 102. Ооо, 5-5, это совсем все хорошо сразу. Что такое? Что такое? Почему, Леня, не видишь, что 5-5 играет спокойно с задними шашками? Да, увидел все-таки, я думаю, не понял, для чего он это делал. Ну, так, попугал, пощекотал нервы. Может, ему показалось, что эти последние шашки упираются, вот эти вот, седьмого пункта. Ну да, он перепутал, 5-5-4-4. Ага, вот сейчас они вынужденно подставляются. Два раза пять. Нет, не подставляются, нет, извините. Это я уже перепутал, да, они просто спокойно снимают шашки. Время позднее, мерещится, неправильные ходы. Но вот сейчас, кстати, после этого хода у зеленых слишком, да, не слишком, а есть шансы плохо кинуть что-то, видите, там некрасиво стоят шашки. А, вот это один-один очень хорошо. Один-один, яган, счастливчик. Просто переставить две шашки с шестого на четвертый пункт, минимизировать проблемы свои на будущее. Потому что марсов зеленые уже не выигрывают, их задача сейчас максимально обезопасить себя от возможностей подбить. И, там, подставку можно обходить шесть-пять, например, и, там, ну, тогда уже, наверное, до конца шесть-четыре, да, мне кажется, сейчас Леонид поймёт, что другого нет ходу. Ну, выносить-то особо смысла нет, шашка сейчас. Зеленый сильно впереди, поэтому, ну, да, такой аптекарский ход, я бы сказал. Ну, то есть, как-то, ну, нет, скажем так, не до конца безопасный, но и неплохой. А вот сейчас любая шестерка с желтыми, они должны убежать, а так еще сохраняются пока шанс подловить. А, вот четыре-два сразу проще. Четыре-два, да. Любая пятерка, шестерка, да, пятерка уже вынуждена бить, потому что пятерок других нет. Ну, у зелёных здесь, у зелёных расставили две шашки справа и четыре-шесть слева, они, как бы, неважно, в каком количестве. Всё, жёлтые согласились на поражение. Так, вышел вперёд Леонид Рискин. Два-один. Два-один. Ну, равная, равная борьба абсолютно была, и, наверное, так, да, здесь надо часы, да, я просто, часы поправить. Так, пять-три. Игроки стараются максимально быстро играть, потому что заинтересованы, чтобы сыграть как можно больше геймов и разыграть как можно больше количества очков, потому что оба отстают. Да, и они могут, как бы, это сказать правильно, в последней партии только позволить себе расслабиться. После сигнала, как кончается. Да, 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 после звоночка. После звоночка. Так, тремя закрывает, тремя ходами. Да. Ну, безопасно только так, да, 8-1. Да, 6-1, который так идеально могли на седьмое поле лечь, да, закрыл Рискин предыдущим ходом. Тоже особо ничего не передумаешь, безопасно, но можно было в четвертый пункт спустить, не знаю, в общем, так переходил. Просто, чтобы быстрее занять, чтобы не оставлять открытых пунктов в своем доме. Но мне кажется, здесь уже такая игра, практически она уже бесконтактная. Ну, нет, контакт возможно, но оба соперника будут стараться кинуть к кушу и убежать просто, перешагнуть оставшиеся там. Где шашки, кто у нас впереди по гонке? Гонка примерно одинаковая. Оба игрока хотят с вами оббежать соперника. Тактика стаерского забега, да? Да, отсидеться за спиной, а потом сделать рывок. А потом сделать рывок, да, или как Владимир Куц спуртом замучил англичанина. Постоянными спуртами, рывками на коротких дистанциях. Ну вот, видите, желтые первые дождались к куша, и сейчас надо прикинуть, они впереди. Так вот они дождались, а дальше-то что? Ну, не знаю. Ну вот, да, Алексей посчитал, что он будет не впереди, что ли, после хода. Ну, да, чуть-чуть впереди все-таки. Ну, да, вариант такой возможен. Тут еще такая идея, что если желтые остались бы в 13-м пункте, то они уперлись бы вот в эти две оставшиеся шашки зеленых. А так они не упираются в последние две шашки. А тут вот троечку-то как было играть? Шестерку по-любому? Да, подставляются. Поэтому подставился и... Ну, здесь, смотрите, если желтые прибивают, то у них как минимум одна шашка под боем. Ну, придется, наверное, так делать. Все равно. Не подбить хуже. Потому что еще... Ну, убрать двойку. Да, двойку вот так с пятерки на тройку. Потому что еще, даже если сейчас зеленый пробьют, у зеленых в доме две открытые шашки, видите? Вижу. Поэтому можно... Вот, ну, а... Это практически, да, лучший камень в этой ситуации. Лучше было, наверное, только один-один, чтобы оба закрыты. Но желтые тоже... Ответили достойно. Мне кажется, тоже самый лучший ход. Потому что побить и закрыть оставшуюся шашку. Пока кидают обувь. Великолепно, да. Сейчас. Ой, и вообще 6-6. Замечательно просто. Раз, два. Ну, это не самый удачный 6-6. Но, нет, они очень хорошие. Но я имею в виду, что им все равно придется как-то коряво переигрывать с девятого пункта две шашки. То есть, например, им сейчас надо было еще одну шестерку сыграть. Им было бы лучше. Ну, что есть, то есть в данной ситуации. Так, теперь мне кажется, зеленым уже с желтым предстоит посчитать свои пиксы. Нет, все-таки мне кажется, уже пора посчитать на всякий случай. Хотя у них, конечно, позиция такая не очень гибкая. Но другого безопасного хода не было просто. Тогда нет, пока еще, наверное, не будет показывать желтый удвоение, потому что много нехороших бросков у них. О, три-три, это идеально. Три-три. Там, в принципе, любой куш был хороший, особенно 5-5 какой-нибудь. Так, и что теперь желтым нужно оставлять, видимо, последнюю шашку. Как сторожа как раз того, который, если они сейчас уйдут, например, с 24-го пункта, то они фактически... Да, потому что вот эти три камня, которые за пределами дома, у них непростая судьба. В том смысле, что тут возможны открывания, а у зеленых в доме-то... Не, ну вот так нельзя уходить, потому что, я говорю, сразу проигрывают зеленые. То есть эта шашка должна быть сзади и должна ловить. Ну, тогда это дабл. Я не знаю, даже тут пас, скорее всего. Так желтый сильно впереди же просто. Да, повисло напряжение в воздухе, да. Удвоить пас, показывает программу. Последняя надежда зеленых была на то, чтобы подловить шашку желтых, а в гонке они сильно сзади, поэтому... Удвоение точно. Да, что и делает Ашмурова. Леонид пас, потому что да, он знает осторожность Леонида. Ну, то есть он заранее, когда походил этот ход, ушел за шашку, он уже в голове держал, что он пасанет. То есть он сдался, фактически, да, получается? Ну, не думаю. Мне кажется, что когда он этот ход сделал, он только тогда понял, что сыграл неправильно. Мне так представляется. Может быть, просто сдался заранее. А смысл? Ну, потому что он побоялся, если не уйдет, то получит Март, например. Такие варианты. Хотя там Марсов вроде не сильно много было. Но иначе просто мне непонятно, как, зачем уходить. Так, седьмой пункт, в любом случае, здесь. Ну да. Здесь последняя шашка убежит, наверное. Да, можно оставить ее на двадцатом пункте. А, тринадцать восемь спустить. Тоже вариант. Почему здесь хорошо оставлять в двадцатом пункте? Потому что следующим ходом можно его занять. Шесть-четыре по голове. Пришелся удар. Три-шесть спускаем, да? Да. Можно было, в принципе, езжать до конца. Но так лучше. О, сейчас очень... Это фактически Джокер, да. Если сейчас желтый не зарядится, то это будет двоение. Да, при двух открытых. Зарядились. Более того, заняты девятый пункт. Четыре-четыре. Идеально. Да, пятый пункт. Пятый пункт закрывается. Все, у зеленых уже идеальный дом. Теперь что могут желтый пункт поставить? Они сейчас, наверное, сами должны атаковать. Они должны атаковать, да. Тем более, что под ударом одна из шашек. Вот так вот, да. Да, можно так, можно было с... Ну, можно было, да, и другой вариант. Два, пять, пятерка одна, наверное. Аккуратно, безопасно, потому что уходить дальний. Но, наверное, дальний тоже было бы неплохо, потому что им как-то надо все-таки уходить с дальними шашками. А, да, кстати, показывает ошибку. Надо было уходить последней шашкой. Вот, два-два сейчас. Да. Единственное, не то что единственное, но один из немногих камней, которые максимально улучшают позицию зеленых, кроме пробития. А пробить у них не получилось. А, это тоже хороший ход. Они закрыли. Хороший, закрывает 6.6. Вариант сыграть. Надо понимать, что когда мы говорим о том, что игроки ошибаются в каких-то ходах, там, эти ошибки чаще всего такие настолько минимальные. То есть, там, доли процентов, которые... Но, на высоком уровне, вот, на игре мастеров, именно эти доли процентов все и решают. Условно, если мы сравниваем с игрой каких-то, допустим, средних или начинающих игроков, то таких ошибок будет, не знаю, их будет, во-первых, гораздо больше, а, во-вторых, они будут гораздо более существенными. Вот, поэтому, когда мы сейчас говорим о каких-то ошибках, это... Очень такие тонкие, мелкие ошибки, в основном. То есть, очень редко бывают грубые ошибки. То есть, количество грубых ошибок, которые в английском языке звучат, как бландер, для гроссмейстеров, составляет примерно одна ошибка на 40 ходов. То есть, 40 ходов, можно сказать, почти безошибочно делают гроссмейстеры. Максимально эффективно и максимально качественно. Вот, открыл, открыл трешечку. Так, зеленый разрушили дом, уже плохо. А надо посмотреть гонку сейчас. Мне кажется, желтые уже должны удвоение показывать, там, если не сейчас, то следующим ходом. Сейчас у желтых совсем... Зеленый, точнее, совсем плохой дом, да. Зеленые в какой-то момент все равно откроются, да. Да и желтые... Скорее всего, откроются. Нет, почему желтые? Не обязательно откроются. Ну, а вот как ему сейчас играть 5-2? Можно так, да. Можно, но все равно идет то самое разрушение дома. Ну, тут, конечно... От 6-6 они как бы застраховались, чтобы зеленый 6-6 не кинули. И сами кинули 6-6. Отлично. Ну, вот видите, уже перед этим ходом было удвоение пропущено. Потому что сейчас, смотрите, зеленые пойдут одной шашкой. Сейчас они вынуждены ходить четверка и тройка. И это уже пас. Мне кажется, желтые здесь не примут удвоение. Особенно для них. Все. А если бы предыдущим ходом показали золотые, то бы они приняли. Скорее всего. Вот он, он минус одну очко. Не добрал одну очко Алексей здесь. Точнее, как? Скорее всего, он выиграл бы. Он же мог еще не выиграть. Показать удвоение. Леонид принял, он мог еще не выиграть. Так, позапрошлый понедельник у нас была одна замечательная игра, когда соперники ни разу не дошли до выброса камней. Вот сейчас. Это у нас вторая партия, так или третья уже, да? Это уже пятая. Нет. Когда соперники не дошли, не доходят до выброса. Да. Зато в предыдущем матче, помните, постоянно были гонки и выбросы. И все решалось как раз. Но здесь совсем другая получается, просто такая тактическая составляющая. Да. Сценарий, я бы сказал, другой другой. Да, да, да. Так, 3-2. Да, тут однозначно надо занять пункт. Да, и к этому, как правило, располагают стоящие рядом камни. Сейчас 6-3, непростой ход. Что надо делать? Я даже не понимаю, сейчас с ходом. Совсем не гибко получится вот так вот. 6-3 спускать, ну, наверное, это правильный ход. 3 спускать с головы, с 13-го пункта. Не укреплять же странным ходом третий пункт в доме. Может быть, можно как-то более гибко сыграть. 13-10 витрине, да, это показывает программа лучший ход. Другого ничего не придумаешь. Ну, вот так совсем плохо, ну, как-то некрасиво. Более того, зачем, желтым нечего бояться удара, потому что у них есть пункт в доме соперника. Что-то еще страшно. 5-1. Ну, тут, наверное, в седьмой пункт надо опускать. Ну, если только его не вернут. Можно и так, наверное, да. Если только его не вернут мгновенно, еще с закрытием пятого пункта. Да, этот джокер. 2-6. Что, опять бежим? Бежим, да. Динамо бежит. Все бегут? Максимально пытаемся убежать. И промах. Да. Именно поэтому попытка убежать, пока не занят весь дом у желтых, она как бы правильная. Потому что еще возможны и промахи. Так, а что у нас по гонке? 134 на 126 на 177. Ровная гонка абсолютно. Поэтому все будет решаться. Кто сейчас будет начать, начнет лучше кидать. Так, уровень игры какой? 5-8 на 5-4. Да, такой экспертный уровень игры. Пока оба играют максимально аккуратно. Никаких рисков вот в этой партии я лично не вижу. Согласен. Леонид всегда играет аккуратно. А Алексей обычно играет более... Ну, хотя, знаете, вот Алексей, я знаю его по опыту игры с ним, достаточно часто тоже старается не рисковать лишний раз. Например, он часто сдается в позициях, когда программа советует принять. Но он, например, любит острые обостряющие позиции, играть обратку и так далее. Но в этот раз, видите, пару раз у него была такая возможность играть обратку, но он не стал играть. Ну, знаете, мне кажется, что опыт тех мастеров, вот топ-12, чей уровень, как предположил один наш телезритель, не очень высокий, потому что они дикие ошибки совершают. Так вот, мне кажется, что опыт все-таки, вот в противовес этому вопросу, да, что опыт соперников таков, что они варьируют составом, как говорят в таких ситуациях, да, играют по сопернику. Тактику меняют. Да, 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 да. Но, безусловно, если ты понимаешь, как играют соперники, какие-то у него особенности, подмечаешь, ты можешь использовать его особенности в игре. Мне кажется, что вот только Микаэл Варданян, вот, как играет в свой футбол, да? Ну, нет, нет, Микаэл тоже прекрасно знает. Ну, например, если он знает, что соперник там ниже класса, например, но в этой нашем старт-суперлиге нет таких прям явно откровенно более слабых соперников, он все равно делает поправку. Если он знает, что соперник более слабый, он делает там решения по кубу, например, другие, да. Но в основном, да, в основном, скорее, математические критерии какие-то, ну, как бы, принимают, игроки принимают, скажем, сильные игроки принимают решения, максимально используя математические какие-то оценки, а не по особенностям игры соперника. Так, вот сейчас здесь ситуация, которая была такая же в прошлой партии, только наоборот. То есть сейчас здесь желтые, если уйдут, то зеленые покажут удвоение. Да, желтые обязаны уходить. Сейчас обязательно удвоение, и теперь желтым предстоит сложное решение. Шучу, сложное решение сказать пас. Оно оказалось тем самым сложным решением, после которого, мы можем говорить, продолжается эта серия недоведения партии до выброса. Упс, убежал Зарик. Давай запасной возьми. Стол, главное, чтобы не сломался. Так. А где мальчики, подающие мячи? Кстати, хорошая тема. Да что ж такое-то? Нервы, нервы, нервы. Заметили, оба игрока все-таки серьезные, сосредоточенные, никто особо не шутит. Ну, в принципе, понятно, почему. Вначале посмеялись, помните, сначала, а потом сосредоточились и стали играть серьезно. А потом игра вносит свои коррективы. Все хотят все-таки переломить свою неудачную серию и выйти из подвала турнира таблицы наверху. Так. 4-3. Удачно. Пятый пункт, да. Тут ничего не придумали. Слово больше. 3-2-2 сверху. Да. Одну закрываем, одну готовим к строительству. Пробить. 6-4. Пробил. Хотя можно было, наверное, и седьмой пункт закрывать. Бить всегда, особенно из-за того, что сейчас могут быть танцы и дабл и сразу быстрый тейк. Но, удивительно, в этот раз как раз Алексей говорит, Леонид принял двоение, хотя программу советовал пас сомнуть. По-моему, да? Ну, программе тоже надоело, что до выбросов дело не доходит. Так, два, три. 6-1. Скорее, может быть, Леонид решил, что надо... А, я сказал, программе, конечно, Леонид. Компьютер. Андрей, как говорю, в свое время в КВН, да? Не знаю, давно не смотрю. 6-1. Это чей ход сейчас? Зеленок, да? Да. Ну, да. Похоже, здесь ничего не придумаешь, кроме как занять седьмой пункт. Ну, либо совсем безопасно, с восьморку на единичку. Ну, да, оба хода равноценные, но... Ну, вот это более человеческий ход, потому что все-таки не хочется подставляться. Да, открывать. Тем более, сейчас попадали желтые. Да, да, очень хорошо по голове приходилось. А сейчас наоборот, они не смогли выйти. Двойка. А, надо опять, вот шестерку сейчас, нет, некуда ходить. Поэтому бить, наверное, не стоит. Чревато проиграть с Марсом много. Проигрыши с Марсом будет. Поэтому надо зеленым сейчас просто четвертый пункт занять, скорее всего. Вот, это смело, смело. Леонид перешел в какую-то более агрессивную игру. То есть, не похоже на него. Выбрал аскуравский стиль. Ну, я надеюсь, как это? Удачи люди смелых? Ну да. Смелость города берет? Ну вот, нет, нет пока. Пятерка закрывается, точно третий пункт. Закрывается. Ну, один, соответственно, тоже, что-то 9-3 получается. Или бить второй. Нет, второй бить сейчас пока не надо. У нас занять пятый, ну, как бы, из шести пунктов. В данном случае третий. То есть, чтобы пять пунктов в доме было занято, эту последнюю шашку мы еще успеем поймать, скорее всего. Если не случится что-нибудь экстраординарное. Два-четыре должны кинуть зеленый, чтобы прям совсем хорошо. Е-2-2. Ну, нет, нет. Потому что сейчас обратный хит сразу, не то, что сразу уравняет, но сделает позицию желтых гораздо слабее и хуже. А так у них пять занятых пунктов в доме до конца. То есть, они могут потом долго ловить зеленые шашки, не напрягаясь там. Потому что зеленых совсем нет позиции ни в доме, ни не во дворе, нигде. Ну, вот, все, они мол, сейчас. С первого раза не получилось подбить вторую шашку. Да, это еще... Ну, как бы, навалились желтые еще на второй пункт сейчас. Никак не забьют, но это опять сверху вниз, да, туда вот. Срочно зеленый нужно двойка. Нет, двойки. Тогда, я думаю, будет Марс. Сейчас либо подбьют вторую шашку, потом может даже третью. Это что, Леша взял паузу перед броском решать? Да-да-да. Паузу на водопой. Это как теннисисты берут медицинский тайм-аут, чтобы перебить. Так. Ну, как в футболе в жару. Не помогло. Ну что, последний шанс у зеленых спастись. Да, закрыли дом, все. Осталось только собирать урожай. Не хочу каркать, но если вдруг желтые могут кинуть только какой-нибудь плохой куш, там, 5-5-3-3. Все остальное. Все, да, вторая шашка подцеплена. Ну, процентов 70, если не 80, то теперь на победу с Марсом в желтых. Ну, подождал бы еще 5-1, то можно было в доме сыграть. Да, но, опять же, побоялся 3-3, а с другой стороны, чего бояться бы. Тут нечего бояться. Да, особо не бояться, потому что уже у зеленых нет дома. Но, на самом деле, с другой стороны, и вот этих двух шашек на Баре, и еще там три шашки стоят в 18-м пункте. То есть, там Марсов просто очень много. Поэтому, как бы, можете не нужно было ждать одинокую шашку. Сейчас вот интересно посмотреть, сколько программа покажет оценку Марсов. Желтым нельзя кидать куш. 4-4-5-5-6-6. Все остальное их устраивает. 4-2. 4-1. А 4-2 был, да? Так, это да, это... 6-1. Одна оживилась. 3-3. Безопасно. Да, безопасно. Максимально безопасно. Ну, потому что Марсов и так хватает, да. Я думаю... По-моему, Леонид сказал, Марс, да, ты сдался, да? Да. Ну вот, да, видите, Леонид был осторожно-осторожен. Тут немножечко импульсивно принял решение принять куб и проиграл с Марсом. Да, 7-3 становится счет. Сразу берет пятый пункт у себя в доме Аскурава. Третий пункт берет у себя в доме Рискин. Начало из категории стандартных. 5-5. Совсем нестандартное начало. Нестандартное продолжение. Но очень-очень такое, я бы сказал, благоприятное. Так. Да, идеальный ход нашел Алексей. Сейчас ему просто нужно максимально расставить свои фишки, чтобы занять какие-то пункты. Сейчас им заняли пятый пункт. Все отлично, да, желтых. Они заняли пятый пункт у соперника и пятый пункт у себя в доме, поэтому инициатива полностью у них. То есть дебют в пользу желтых, скажем так. Но с другой стороны, у зеленых не так уж и плохо, потому что они кинули пять-пять, заняли три пункта в доме. То есть есть чем, что противопоставить. Ну, я думаю, да, 4-1 только так, 13-8 гибко. Опять же, одинокая шашки бояться не стоит, потому что у них есть порный пункт в доме. И тем более, что 2-2 никаких перспектив для продвижения. Оттуда, из глубины. Кстати, тут есть о чем подумать. Я подумал, занял четвертый пункт, да, программа тоже показать. Четвертый пункт занять. Да, идеально, нашел Леонид Вить. Но это важно, знаете, как, Гарнарда. Увидел первый ход, кажется, что он хороший. Сделать паузу, посмотреть. Еще, может быть, есть более хороший. Вот это я сделал Леонид. Очень важный ход занял четвертый пункт в доме соперника. Пришил его в контратаке. 5-3. Тоже из категории стандартных. Ответ из той же категории. 5-3. Очень плохой для зеленых. То есть им с 13-го пункта придется, если 2 спустить, то 1 под боем. Ну, получается, что самое безопасное это, что ли. Ну, смотрите, какая зато опасная атака у желтых. Бить. Бить. Я думаю, надо бить 5-4. Точнее, с 13-го на 4-й. 13-4. Я думаю, другого нет. Да, я вообще не увидел этот ход. А что еще можно придумать? Нет, нет. Я согласен с тем, что он самый, наверное, интересный. Но этот безопаснее. Но сейчас зеленые уходят, и у них лучше. Поэтому надо бить. Бей первым, как говорят. Бей первым, Фредди. Был такой фильм в далеком-далеком детстве. Лешин, кстати, любит, по-моему, это выражение как раз. Дабл пас быстрый. Ну, вот как раз поэтому бить. Потому что не зарядились, все, дабл пас. Марса здесь нет, поэтому сразу удвоение. Ну, в смысле, Марса без удвоения нет. Ну, помню, есть правило Якова. 8-3. Алексей чуть-чуть поправил свое положение. Не помню, какая у них разница была между ними в очках. Но, наверное, сейчас, в данный момент Алексей уже обогнал Леонида. Разница в очках у них такова. Аскурава в очках рискин без. Вот и вся разница в очках. Шесть очков. Шесть очков у них разница. Шесть очков была разница, да. Значит, любая победа с разницей в три очка в пользу Алексея, ну, как минимум, догоняет Леонида. А сейчас у них разница в пять очков, поэтому, да, Алексей вернулся вперед. А Леонид наоборот, наверное, опустил сейчас. Самый не из таблицы, к сожалению. Шесть четыре. Бить обязательно. А дальше там думать на четверкой. Нашел, мне кажется, лучший ход. Один и пять уходить из-под боя, наверное, нет. Ну, да, мне кажется, это идеально. Ну, 25-20, тогда 6-5, но это такой прям смелый ход, который... Молодец, что Алексей его рассматривает, но, скорее всего, не походит. Вот так кажется наиболее естественным. Ну, да, конечно. Но тот ход, который Алексей показал предыдущий, как раз про его манеру игры. Он любит же подставляться, там вот эти обратки, не боится играть в обратную игру, поэтому, ну-ка, вот сейчас он думает над этим, нужна ему эта обратная игра или нет. Он выигрывает пять очков, наконец, у него есть шанс поправить свое турнирное положение. А что будет, если он уйдет в свои дебри обратки, непонятно. Но, тем не менее, на туру не проведешь, правильно? Поэтому сейчас, наверное, все-таки так оставит. Чувствует характер. Да, склонности какие-то, образцы, паттерны, как говорят. Это называется «И хочется, и колется, и мамка не вели». Все-таки решился, да. Ну, вот я говорю, сегодня он играет немножко по-другому. То есть, может быть, прислушался к моему дружескому совету играть более консервативно. Нет, ну, настрой просто такой себе не видел. 6-1. 6-2, 6-2. 6-2, да? Ну, да, вот это пока просто строим дом. То есть, пока там нет никакого контакта. Плохие 6-3. Это, кажется, наиболее безопасно, но как бы не очень гибко. Видите, какие длинные колбасы у зеленых в шестом пункте 6 шашек. В тринадцатом 5. 6-5, да. Кстати, может быть, даже можно еще более смело сыграть, там, разкидать шашки по всему полю. Например, там, с 22-го пункта в 11-й вот туда вот, навстречу зеленому. Потому что у зеленых очень не гибкая позиция, поэтому желтым можно особо не переживать за свои. Ну, вот такое решение принял у Скурала. Ну, так мне не очень понравилось. Пункт занять, конечно, всегда полезно, но не занимать. 6-4. Во, он знал! Он знал, что придет 6-4. Может быть. Сейчас обратный удар. Нет, а где? А, здесь, да. 5-2. Занять четвертый пункт, понятно, да. 4-2. Наверное, надо безопасно 9-й пункт занять просто. Ну, как вариант из-под шестерки. Нет, так хуже, потому что так был 9-й пункт, ну, как бы, запирал бы еще шестерку желтых. Одновременно будет проблем было бы две у желтых. А во-вторых, сейчас таким образом зеленые подставились под шестерку в дне дома, который всегда легко бить. В наборе шестерок гораздо больше, чем в любых других цифр. То есть, имеется в виду 4-2, 5-1, 3-3, 2-2 и так далее. Все это в сумме шестерки. Но, желтые не кинули шестерку, поэтому сейчас думают, какие еще варианты. Так, пробить, да. Как говорят, победителя не судят. Но опять обратный удар. Что там? 4-6. А, не зарядился, да, зеленые, точнее, не зарядились. Закрывает третье поле. И четверку. Нацелился на пятый пункт. Все, это дабл. А будет ли тут тейк? Мне кажется, очень плохой тейк. Здесь пас, да, большой пас. Во-первых, у зеленых вообще не развита позиция. Во-вторых, там много шашек не в доме. И проигрыши с Марсом очень большое количество. Поэтому Алексей думает над чем? Над тем, чтобы, например, заставить Леонида подумать над тейком. То есть, раз мне такое сложное решение на удвоение, бывает такой психологический ход. Давайте я подумаю, что сложное решение удвоит. Возьмет, не возьмет. Да, а может быть, это заставить соперника подумать о том, что это не совсем дабл. Ну, мне кажется, не сработает. Но в матче, когда мы играем, там же как бы Марсы играют без удвоения. А здесь нет Марсов. Поэтому быстро пас. Что с Клава Алексеев? Я не расслышал, что он сказал. Но я могу констатировать, что безобразие продолжается. Опять не дошло дело до выброса. Ну да. Ну и Леонид очень как-то загрустил. Понятно почему. Сегодня удача не на его стороне. Это два предыдущих матча. В целом, да, турнир неудачно складывается. Поболеем за Леонида, чтобы он все-таки подровнял ситуацию. Сколько там времени осталось? Времени. А, еще минут 10. А, меньше. Два гейма, скорее всего. Этот и следующий. Теоретически, 3-9 отыгрывается. Во-первых, может быть, в одном гейме 8 очков разыграно. Если, конечно, Алексей не садит на удержание и не будет пасовать окровенно. Отвоения какие-то. Да, похоже, здесь один ход. 6-1 безопасно. Иначе что там? Куча подставлений. Да, молодец, нашел. О, один-один. Раз-два, три-четыре. Ну да, 87-3. 8-3, а потом одно шашка с 23-го. Больше других единичек нет, поэтому... Ну, вот здесь 3, здесь один. Ничего другого просто нет. 5-5, это фактически джокер. Теперь надо понять, можно не бить, можно просто уйти двумя дальними шашками, потому что желтый впереди по скорости. А можно пробить, да. Пробить, одну закрыть. Последняя пятерка куда? Если сейчас он закроет 5-1, точнее 6-1, а последняя пятерка придется подставляться. Поэтому... И это тоже аргумент за то, чтобы просто убегать. Ну, видите, это ошибка. Вот оно. Ошибка и наказание. Да. Наказание приходит. Ну, с другой стороны, тут же оживляет свою шашку. Теперь практически равная позиция. А там у желтых было бы огромное преимущество. Что там? 3-3, да. Отличный ход. Отличный бросок, я бы сказал. Ну, кстати, мне не нравится 3 выставлять. Надо 5 пункт занять сначала, а дальше думать там что-то еще. Не захотелось бы 5 пункт занять. Ну, да, здесь других нет вариантов. Просто сплитуем, оставляем, точнее слоты ставим и дальше закрываем их следующим ходом. Ну, вот двойка и четверка закрывают дом, да. Так, лениво-лениво выкатились за реки. Да. Так, что у нас здесь? 6-4. Ну, так, резко, я бы сказал, даже не раздумывая. Не в своем стиле. Сегодня Аскурава вот этот вот ход выполнил. 4-4. 4-4. Да, 4-4. Это куш, который всегда ждут, чтобы убежать. Вот они убежали, наконец. А кто впереди по гонке, смотрим опять. 98-5. Рискин впереди. Сейчас 3-3. Сейчас Алексей, наверное, подсчитает пипсы, и он поймет, что он после хода будет впереди. А, подождите. Это Рискин впереди, да. Тогда ему точно надо бежать. У него будет большое преимущество в гонке. Он и так впереди был на 5 пипсов, сейчас еще будет на 12. На 17 пипсов, да. Я думаю, Леня посчитает. На 17 ходов, дорогие друзья. Шагов. Это правильно. Ну, ладно, одно и то же. Что ход, что шаг в данной ситуации. Но ход это все-таки вот это вот 3-3, это значит ходить. Господи, как мне тяжело. С этими нерусскими, как мне тяжело. Объясняю тебе мемологию просто. До шагов, конечно, шагов. Так, не было ли удвоения в предыдущем ходу? А, было, да. Уже же впереди достаточно зеленые, поэтому... Сейчас вот у шоу желтых есть шанс кинуть вот что-то большое, и тогда зеленые не покажут удвоение. Да, было пропущено удвоение. Ой-ой-ой. Сейчас 4-10 очков, хорошо. Да, да, крупно, крупно, крупно. Ну, сейчас, если желтый не кинуть большой камень, то удвоение точно. А, не кинули крупный, достаточно крупный. Но все равно, для Ниду, сейчас посчитать. Сколько там, да, он сейчас посчитает. По ощущениям, наверное, все-таки есть удвоение. Надо посмотреть точное количество или посчитать. Нам показывают обычно, поэтому мы облюнились, не считаем. Ну, это у вас техническое образование, вы считайте. А я буду спокойно слушать. 68,76, 8 пипсов, это как раз удвоение точно. Здесь скорее вопрос о том, принимать или нет, но принимать тоже надо. То есть, 8 на 68, это больше, не знаю, там, 11-12 процентов. А граница удвоения это 9-12. Принято удвоение. Да, все правильно. Да. 2-4. Все камни в доме. 2-1. Шикарно, шикарно. Это вот самая большая подлость, которую могут Зарики в таких ситуациях предложить игроку. Да, вот, но, кстати, бывает часто, что сразу после 2-1, 6-6. 2-2, и еще 2. Так что, видите, знал бы. Глоток воздуха. Ну, это уже практически переворот. Сейчас посмотрим. Нет, 49-51. Ну, подождите, подождите. Нет, пока нет удвоения. Кубы на 4. Алексей сейчас подумает, еще покажет. Помните, как Тимур показал там пограничное удвоение, когда вроде бы его не было, но почти было. Сейчас Алексей тоже попьет воды и решит, что надо удвоить на 4. То есть вода это своего рода такой допинг. Да. Но вы обратили внимание, Аскурава поменял отношение к игре. Знаете, в каком смысле? В каком? Он энергетики пил перед этим, а сейчас перешел на воду. Мы, в свою очередь, я думаю, провели хорошую работу, объяснив ему, что такое энергетики. На самом деле. Сейчас хочет Леонид быстрее сыграть этот гейм, чтобы успеть еще следующий сыграть. Ну, у него дырка в первом пункте. Алексей опять задумался над удвоением. Может, Алексей как раз не хочет в следующий гейм играть. А сейчас, скорее всего, где-то будет. Не, ну здесь, мне кажется, нет дуэни. Звоночек. Надо посчитать. Сейчас, если покажут поле. Я увидел зеленых 9 шашек, а у желтых сколько? 4, 6, 8, 10, да? Да, на одно больше, да. Поэтому еще рановато, мне кажется. Как говорил в таких ситуациях Аркадий Райкин, мысли шевелятся, шарики динькают. 4, 1. 3, 1 еще хуже. 3, 1. Ну, вот сейчас уже может быть удвоение 30. Сколько там? 30 на 34, да, это удвоение. А есть ли тут тейк? Да. Забыл, Леонид, назад часы? Ну, Алексей сейчас думает о том, что. Сейчас он покажет куб на 4. А, он посмотрел еще на часы, да. Чтобы, что, ну, Лешу надо отыгрываться, у него там минус 20 с чем-то, поэтому надо ставить двоя, ничего не бояться. Но нет, но почему нет? Ну, вот наказание опять. Сейчас будет 6-6, и Леша будет потом расстраиваться, что он не показал двоя. Ну, почти, да. 6-6, сейчас он уже не может показать. Опасно, опасно все равно. 6-5, это удачный ход, потому что, потому что с шестого поля... А, Леонид, единственная вот дырка на тройке, и вот она, она и приходит. Ну, это, кстати, не сильно принципиально было. Ну, принципиально, не принципиально, но давайте. Ага. Ну, теперь-то пас уже будет, скорее всего, я думаю. Сейчас, посмотрим, сейчас. Пошли еще раз площадку, посмотрим. Ага, пошла, пошла борьба умов. Смотрите, у желтых 10-15, а у зеленых 9 и 10-14. Сейчас переносимся. Нас на 14. А, нет, дело не дошло. Спасибо, что хотя бы до выброса камней довели эту партию. Ну, мне опять же кажется, что был тейк. Надо посмотреть опять решение. 11-3, существенное преимущество, плюс 8. Но это, наверное, уже точно последний гейм, если не будет какого-то быстрого. Да, не, не будет, мне кажется, что там осталась минута. 6-1 с боем. Ну, я думаю, уже смысла нет торопиться. Потому что, да, вот он, сигнал. И сейчас такая, как говорят, расслабуха такая наступает. Да. Теперь спокойная игра. Как я говорил, товарищ Сахов, торопиться не надо, да? Мне кажется, надо занять пятый пункт. Хорошо было бы, потому что не страшно, что там будет подбой. Потому что у зеленых нет боя. Точнее, дома. Ну, здесь почти нет никаких ходов, не ошибка. Но все равно зелененькая небольшая ошибка. Так, ну что я могу сказать. 11-8, 11-3 точнее, 8 очков преимущества. Отыгрывается, если будет удвоение, Марс. Точнее, Куб на 4 и Марс. Ровно 8 очков. Верите в такой сценарий? Да я во все, что угодно готов поверить, наблюдая за тем, как вы тут играете. Как вы издеваетесь над нами, простыми любителями нарт. Ну, кстати, в прошлом матче мы ждали Марс с Кубу на 4, да? Да, да. Не дождались, может быть, в этом дождемся, но вряд ли. Особенно учитывая, что такая позиция уже такая спокойная, устойчивая, неострая, никаких особых пробитий. 5-2 в сумме было 7, побить можно было бы, но не хватило. Там места нет, свободных 5-2 сходить. 6-1 только могли зеленый попасть. Ну, а здесь, а, здесь 4-2. Да, вот так вот, скорее всего. Ногов нету. Вот 4-2 для зеленых, отлично, я хотел сказать. Вот они сделали пятерной прайм. Или забор, или как там еще. По-русски можно это. Пятый пункт занять, а еще две двойки куда? А, ну да, логично, больше нет других. Удвоение? Ух ты! Ну, вот, надежда на то, что я говорю, видимо, чтобы как-то с Марсом выиграть четверную кулу, сначала нужно показать. А почему сейчас Аскурава не спасовал? Ну, спасовал бы, проиграл бы последняя партия уже. Ну, вот, тут, наконец, возникла мысль о том, что не важно, какой счет конкретно данном матче, важно на дистанции, какое еще количество очков. И, конечно, это легкий тейк, его нельзя было не принять. Там даже не было удвоения просто. Он не думает о зрителях, которые... Уже за полночь сидят и смотрят. Да, за полночь, не за полночь, на Сахалине 8 часов утра. Да, 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 да. А, 6-6, великолепно. В Петропавловске-Камчатском полночь. Ну, все, Алексей перелонил этот гейм уже. Есть на 4 тут или нет, не знаю, сейчас в шестерку надо уходить. Вон-ка, сколько пипсов сейчас. Какая гонка, смотрите, удвоение и пас. Да, большое отставание. 89 на 106, это 17 пипсов. Ну, в общем, это удвоение и пас. Опять же, Алексей, допустим, он показывает куб на 4. Леонид, если хочет отыгрываться, он должен принять. Но Леонид же осторожный человек, поэтому он, скорее всего, пасанет. Я не верю, что Леонид этот куб примет. Алексей просто считает. Ну, все варианты уже использовал Алексей Аскурава, массажа головы. Нет, он просто считает. Я понимаю. Так, вот теперь на затылок перешел. Я думаю, он два раза пересчитает, чтобы не ошибиться. Все-таки ответственное решение. Куб на 4, да, конец. Так, теменную часть черепа. Если сейчас Алексей покажет куб на 4, проиграя с Марсом, что я говорил, тогда будет 11-11. Ну, как тут проиграть с Марсом? Я не вижу, что ты проигрыш с Марсом за желтых, поэтому надо показывать. 89 на 106, да? 17 пипсов, да. Ну, вот смотрите. Граница тейка для зеленых здесь, извините, что я перебил, это там, ну, максимум 13 очков, поэтому... О, пас. Я думал, он собирается взять. Так, значит, 13-3, да? 13-3. Давайте послушаем. Не гэмбруешь? Что делать? Ну, гэмблинг, да. В общем, они обсуждали то, что Алексей спросил, ты как бы такой азартный парень, что принимать? Он говорит, нет, я не принимаю, я не азартный, я играю сурово, спокойно. И, в общем, поэтому отказался от удвоения. Ну, просто Рискин прекрасно понимал, чем эти риски ему грозят. Да? Еще 4 очка проигрывать не хотелось. Да, он, в общем, и так в нижней части турнирной таблицы. Но получилось так, что вот в разборке двух представителей четверки отстающих Аскурава сделал такой серьезный, серьезный ход. 10 очков отыграл, да? Да, 10 очков, это немало. Посмотрим, послушаем, что он нам скажет, потому что он уже готов занять место победителя. Сейчас понаблюдает за тем, как он выглядит на экране, но уже здесь, Алексей. Да. Ну, в общем, пошло, пошел процесс, да, как кто-то говорил такую фразу, процесс пошел. Да, пошла вода горячая. Пошла вода в хату. Ну, конечно, нардах, везение. Ну, что, тут у меня было до этого, сколько у меня, не перло. Должно же, когда-нибудь... Когда-то эту плотину должно было прорвать, да? Масть должна. К сожалению, он Аленю, прекрасный человек, Леня говорил. И в прошлом туре он под Ерохина попал, там просто танк, так, под танк. Кот прошелся там, да, Ерохин. Да, и здесь тоже, у него только, не знаю, здесь лак, сейчас покажут, там у него, наверное, удача минус пять, минус шесть, я думаю. Ну, ладно, Алексей, в любом случае ничья в активе есть. Да, победа, первая крупная победа. Первая крупная победа. По-моему, я ушел с последнего места. Сейчас посмотрим, давайте не спешить. Давайте не спешить. Догоняю, Пелетон, Пелетон надо догонять. Пелетон там впереди. Так, вы в курсе, что у нас вопросы зрители присылают? Да. В курсе. Ну, тогда слушайте внимательно. Как научиться подсчитывать куб? Для этого нужно быть математиком или существует какой-то простой рабочий алгоритм? Подсчитывать куб, это что? Вот этот куб удвоение? Ну, подсчитывают обычно вот эти пипсы, гонку подсчитывают. Ну да, да, да. А куб, это как научиться... Ну, то есть когда, когда... Ну, это нужно понимать, ну как это, понимание позиций. Это все приходит с опытом, как бы, нужно смотреть. Вот, кстати, хорошее то, что нужно... Самый лучший способ вообще, это смотреть за игрой мастеров. Как играют мастера, и ты смотришь, и понемногу сам тоже учишься. Ну, скачать, конечно, программу. Вот ExtremeGamon, как бы, если человек решил серьезно заняться нардами, то нужно, конечно, заниматься с программой. Играть с программой. Вот, а понимание куба, ну, когда вот, когда ты фаворит, вот твоя позиция тебе больше нравится, ну, вот уже, то есть ты фаворит, ты показываешь куб. Как вот, как считать куб? Вот самое простое, вот, фаворит, куб. Не фаворит, сдаешься. Ну, хорошо, и еще вопрос. Ну, я бы назвал этот вопрос, наверное, в большей степени... Ну, хорошо, давайте мы его чуть попозже озвучим. А сейчас давайте посмотрим положение игроков. Ну, я там, я там, я, наверное, уже даже... Тихо, 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 не спешите. И с предпоследнего должен быть. Не спешите, не спешите. Ну, с предпоследнего-то, наверное. Так, так, а, это статистика матча. Это статистика. Да, я говорю, плюс пять, видите. Пять, это огромное. Тут даже Мочи ничего не сделает с такой удачей. С минус пять, там, или Сандер Лилов, или Мочи, там, любой, там, Кимон Папа Христополос. Любой мировой гроссмейстер с такой удачей, он, конечно... Ну, естественно, Нарда, это игра дистанционная. На большой дистанции они, как бы, свое... Да, хорошо. Ну, давайте вот после статистики матча, с которой вы познакомились, теперь переходим к вопросу, который у нас обозначен как вопрос такого философского плана. Так. У одного из гостей-комментаторов есть замечательная рекомендация в игре, часто звучащая в эфире, агрессивно играть против одиноко стоящей шашки при отставании в счете. Такая стратегия, и это не секрет, является негласной философией некоторых нардистов по отношению к другим. Неудобным. Считает ли телеканал... То есть, я бы ответил так, наверное. Если три футболиста, пять футболистов выходят на одного защитника, они должны остановиться и подождать, пока четыре защитника еще вернутся в оборону. Я, честно говоря, не понял, в чем вопрос-то состоит. Или мы потеряем минут десять, я думаю. На минут десять мы потеряем. Ну, хорошо. Ладно, Алексей, я с удовольствием поздравляю вас с тем, что... Так и не показали таблицу как-то. Посмотреть, как я ушел с последнего места. Ладно, сейчас. Да подождите, что значит не показали. Вот, пожалуйста, вы уже на десятом. И в следующем туре играю с Ярославом Гусевым. Прямой конкурентом. Ну вот, с прямым конкурентом. Вот будет битва. Хорошо. Ладно, вот теперь точно можете со спокойной душой покидать нашу студию. Возвращается ко мне от сама Сарсагов. Так, одел наушники. Ну что, по турнирной таблице так мечтал Аскурава увидеть. Ушел он с предпоследнего места. И нет, ушел. С последнего ушел даже на третье с конца уже. Я ему говорил в прошлый раз, что ему отыгрывать еще... У него много дистанции, еще много матчей. Не надо торопиться. Следующая игра интересная у него будет с Гусевым. Восьмое, то есть девятое и десятое место. Я думаю, что с точки зрения окончательного расположения, даже если у игрока будет небольшой минус, там минус два, минус три, он все равно попадет в топ-8, поэтому до пределов восьмерки там осталось немного. Хорошо. Давайте посмотрим дальнейшее наше расписание. Так. У нас в пятом туре получается... Два матча остались. Ярослав Гусев. Сергей Петухов. Сергей Петухов, Сергей Оленин и отца Маса Арсаков. А, ну в шестом туре играют Гусев и... Аскурава. Аскурава, да. Так что вы будете играть с Сергеем Олениным. Так. С удовольствием сыграю в Сергеем Оленин. Я считаю, дорогие друзья, что это своего рода прогноз, который дал отца Маса Арсаков на следующий тур. И даже не буду у него спрашивать в отношении того, каковы могут быть исходы заключительных матчей. Все матчи на этом турнире мне играют интересно и с удовольствием я играю. Поэтому каждому участнику соревнований мне кажется, очень интересно играть в этом турнире. Поэтому с нетерпением жду каждого матча. Можно добавить, и каждому участнику очень интересно играть со мной, надо было сказать. Со всеми. Спасибо, дорогие друзья, что провели это время с нами. Для вас мы представили очередной, заключительный день пятого тура Суперлиги Старт по коротким нардам. Для вас сегодня работали Атсама Сарсагов. Огромное ему спасибо за позитивный заряд к этой трансляции. И ваш покорный слуга Григорий Твалтвадзе до будущих побед, друзья. И до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова